Александр Блок и его мать Сочувствие, с которым принята была в публике моя книга об Александре Блоке, заставляет меня продолжать писать в том же духе, добавляя свой первый очерк новыми материалами. Относительно первой половины жизни поэта я должна буду довольствоваться только личными воспоминаниями и письмами, так как сестры моей Александра Андреевны уже нет в живых. В остальном мне поможет вдова поэта. Предупреждаю читателей, что многие даты в моей биографии оказались неточными, так как я писала ее, не имея в руках всех бумаг и писем, касающихся Александра Александровича, и пользовалась только указаниями его матери, память которой сильно ослабела в последнее время. Теперь все даты тщательно проверены и исправлены. Портреты и группы, собранные в этой книге, должны были появиться в моей биографии, но не вошли туда по независящим от издателя обстоятельствам. Я начну с пояснений и воспоминаний, касающихся этих портретов. Вступительная заметка Портрет отца поэта Александра Львовича Блока снят в 1878 году в Варшаве, когда он жил там один в разлуке с невестой. Портрет снят в очень благоприятную минуту, но, во-первых, Александр Львович был тогда красивее, а во-вторых, портрет не передает того мрачного демонизма, который был свойствен Александру Львовичу и так метко очерчен в автобиографическом очерке его сына словами. В этом искании сжатых форм было что-то судорожное и страшное, как и во всем душевном и физическом облике его. На этом портрете лицо задумчивое, пожалуй, несколько грустное, но никак уж не страшное. В тот год Александру Львовичу было 26 лет. Интересно сравнить это лицо с лицом его сына в 27 лет, почти тот же возраст, на портрете, снятом в фотографии Сдобного, в блузе с белым воротником. Не буду навязывать своих взглядов. Думаю, что, в общем, они сойдутся со впечатлениями всякого, кто взглянет на оба портрета без предвзятых мыслей. В пору снятия описанного портрета Александр Львович, наверное, очень тосковал по невесте. Между прочим, он безумно ее ревновал, зная, что в ректорском доме, в доме моего отца, каждую субботу собирается целая толпа молодежи, многие из которой близко знакомы. Он боялся, что она не удержится от кокетства и вообще будет слишком веселиться, проводя время с молодыми людьми, которые легко подавались ее обаянию. В то время сестра моя Ася была действительно очень кокетливая и обаятельна. Кокетство ее было совершенно невинного свойства, но случалось, что даже помимо ее желаний, вполне бессознательно, она внушала очень глубокие чувства. Это-то все, очевидно, и мучило ее жениха. Но, как все ревнивцы, он не понимал того, что кокетство его невесты не более как невинная забава, и что она по натуре своей совершенно не способна изменить, раз она связала судьбу свою с кем-нибудь серьезно. Под влиянием ревности он написал невесте в очень резкой форме, чтобы она не смела присутствовать на субботних сборищах. Удивительно, что сестра, обычно довольно-таки своевольная в отношениях со старшими в семье, на этот раз послушала жениха беспрекословно, и в ближайший субботний прием заперлась у себя в комнате и не выходила весь вечер, так что все думали, что она заболела. Что ей говорить, Александру Львовичу было о чем призадуматься. То тот, то другой из-за всегда-тоев дома Бикетовых. Нет-нет, да и посвятить стихи Александре Андреевне. Правда, оба молодых человека приходились сродни поэтам. Один был батюшков, другой — майков. И даже ухаживали они за другими моими сестрами, но все же писали стихи и невесте Александра Львовича. Примечание. О батюшкове, смотри выше, примечание 6 главе 14 биографии. О каком именно Майкове идет речь, мы не знаем. Ниже Бикетова именуют его племянником поэта, Валерианом Николаевичем. Однако так звали брата поэта Майкова, известного критика, умершего еще в 1847 году. Ни один из известных нам Майковых под эти определения не подходит. Студенты, идущие на трудный экзамен, почему-то просили благословить их именно Александру Андреевну, а никого-либо из ее трех сестер. А там ходит огорченный и мрачный, отвергнутый жених, бывший товарищ по гимназии Александра Львовича, за которого Ася одно время совсем было собралась выйти замуж, да спохватилась и, поняв, что она его не любит, написала ему отказ на листочках, вырванных из учебной тетрадки. И, пожалуй, еще того больше огорчен и расстроен другой поклонник, который был очень вхож к нам в дом, когда Александр Львович еще не бывал у Бикетовых. Этот неловкий поклонник усердно дарил Асе шоколад и нещадно дразнил ее, так что она только сердилась и ничего не подозревала. Об его чувствах. И вот не успел он оглянуться, как у него из-под носу взял ее Александр Львович. Все те, о ком я сейчас пишу, уже давно покойники, и сама она, бывшая в те дни, грациозная, очаровательная девушка, теперь успокоилась в могиле после долгих тяжких страданий. Не знаю, насколько портрет ее, снятый невестой в 1878 году, в 1818 лет, передает ее тогдашнее обаяние. Он слабее оригинала. Грация, позы, женственность и миловидность, кажется, переданы, но остальное не вышло. Да ведь и нельзя передать на фотографии нежность и блеск цветов, прелесть улыбки и движений. А ведь красота сестры была именно в этом. Такие лица, как у нее, плохо выходят на фотографии. На портрете 1978 года она одета в легкое шерстяное платье кофейного цвета. В 18 лет была она еще далеко не созревшая женщина, а девушка-ребенок, которому слишком рано выпал на долю брак с таким интересным, трудным, сложным и неудержимо жестоким человеком, каким был Александр Львович Блок. Александр Блок Глава первая Раннее детство Александра Блока Передо мной портрет матери поэта с маленьким Сашей на руках. Ему было в то время два с половиной года, ей около двадцати трех. Этот кабинетный портрет был снят в фотографии Боллингера на Большой Морской в апреле 1883 года. На Саше, шитая матерью синей зеленым шерстяной платьице. В пору снятия портрета он ходил дома в длинных белых передниках с проемами для рукавов и застежкой сзади. Саша был в то время очень здоровенький, большой и тяжелый ребенок, так что матери трудно было удержать его на руках. На портрете у него какое-то угрюмое выражение. Можно подумать, что он был неповоротливый и невеселый ребенок, и миловидность его пропадает. На самом деле он был тогда очень живой и шаловливый мальчик. Удивительная нежность его цветов и кожи, веселые светлые глазки и милая болтовня делали его очень привлекательным. Говор у Саши был очень мягкий и нежный. В нем совершенно отсутствовали те неприятные ше и же, которые часто свойственны маленьким детям и придают такую грубость их говору. Жил Саша в то время в верхнем этаже ректорского дома. Детская его помещалась в той самой комнате, выходившей окнами на университетский двор, в части дома более отдаленной от улицы, где он родился. Ректорский дом теперь совершенно перестроен внутри. В нем помещаются аудитории и канцелярии. Здесь он спал и кушал, но играл далеко не всегда. Пока няня убирала его комнату, он проводил время то у прабабушки Карелиной, комната, которая была за стеной его детской, то у тети Кати, нашей старшей сестры, которая особенно его любила. Наша бабушка по матери, которая жила у нас в первые годы Сашиной жизни и присутствовала при его рождении. Тетя Катя поздно вставала, и потому, когда Саша был еще на руках, его приносили к ней в постель, где она долго с ним нянчилась и всячески его забавляла. Когда Саша научился ходить, обычай будить тетю Катю и играть с ней по утрам остался в силе. Помню, что, сидя у нее на коленях, он очень любил рассматривать картинки, изображавшие хорошеньких девочек, нарисованных на золотом фоне. Это были не то эльфы, не то цветы. У каждой был на головке какой-нибудь цветок, и он же украшал ее короткой платьицей и жезл, который она держала в руках. Эти милые картинки Саша рассматривал без конца и называл их почему-то «булиля». Около полудня часто отправлялся Саша в бабушкину спальню, выходившую окнами на него. Здесь он совсем еще маленьким прыгал на столе и на кресле, и, стоя на подоконнике, поддерживаемый кем-нибудь из домашних, дожидался, когда ударит пушка. А весной смотрел на него, следя за яликами, барками и пароходами. Войдешь, бывало, в эту комнату в солнечный день, и увидишь яркую полосу синей невы, сверкающую из-под белой маркизы, а на окне веселый розовый мальчик, и при нем кто-нибудь из взрослых. Все жители ректорского дома принимали Сашу с распростертыми объятиями. В дедушкином кабинете, тоже выходившем окнами на него, он подолгу сидел на ковре и рассматривал картинки в больших томах Бюфона и Брэма. Много бегал Саша по комнатам обширного ректорского дома, особенно наверху, в длинной светлой зале, и не раз опускался и поднимался по теплой внутренней лестнице, устланной ковром, которая соединяла два этажа. Вставал он рано, как все дети, и успевал утром и погулять, и поиграть. В хорошую погоду он гулял еще среди дня, после двух часов. Его водили чаще всего по солнечной университетской набережной, а весной и осенью в университетский ботанический сад, о существовании которого не имеют понятия многие жители Петербурга. Университетский ботанический сад устроен моим отцом в конце 60-х годов на большом участке, который удалось ему отвоевать для университета от плаца Павловского училища. Сад окружен с трех сторон каменной стеной. Пройти в него можно с университетского двора и с дальнего его конца, примыкающего к бирже. Он разделен на две равные части. Посередине построен трехэтажный ботанический дом с аудиториями для студентов, кабинетами профессоров и квартирой садовника. К нему примыкает оранжерея. В левой части сада был разбит настоящий сад с разнообразными деревьями, дорожками, прудом и горкой тут же были и прекрасные цветники. В другой части сада было ныне запущено учебное поле, состоявшее из многочисленных квадратов, засаженных растениями всевозможных пород, по которым учились студенты. Отец мой состоял директором сада, причем не получал за это никакого жалования, но в виде некоторой компенсации пользовался растениями из оранжереи и цветами из сада. Когда родился Саша, сад был еще в хорошем виде, и целы были те великолепные осокори петровских времен, которые погибли при постройке химического дворца. Забавы Саши были разнообразны. В возрасте около года он любил играть двумя большими серебряными ложками. Помню какой-то зимний вечер, когда его невозможно было уложить спать. Он сидел на руках у няни Сони перед большим столом с оживленным видом и привесело забавлялся своими ложками, как будто ей не нужно было ложиться спать. Няня Сони была любимая Сашина няня, которая ходила за ним до семи лет с перерывом в полтора года. Позднее ему надарили резиновых игрушек. У него была резиновая корова, коза, паяц и мальчик. Коза с дырочкой на животе при нажиме издавала пищащий звук. Раз как-то Саша придумал следующую игру, он забрался на диван, где лежала коза, сел на нее и, когда послышался писк, объявил нараспев «Коза, аголь цена» и проделал эту штуку много раз к ряду. Когда же были в ходу деревянные чурочки, мячик и деревянная посудка, очень любил он и животных. Так и вижу, как он идет по комнате в розовом батистовом платьице, которое к нему особенно шло, и бережно несет в переднике двух котят, с которыми долго потом забавлялся. Уже в те ранние годы Саша был большой забавник и выдумщик, но и капризник. Так что сладить с ним было трудно. Так иногда во время прогулки он внезапно садился на тротуар и долго не соглашался идти дальше. Такой случай был на университетской набережной. Мимо проходил старый академик Брант, который остановился и, приняв расходившегося Сашу за девочку, сказал наставительным тоном на ломаном русском языке «Ай-яй-яй, какая нехорошая барышня! Разве так можно?» Примечание. Здесь, очевидно, какая-то путаница, так как академик Федор Федорович Брант, знаменитый зоолог, скончался еще в 1879 году, то есть до рождения Блока. Да, Саша был далеко не поймальчик. Порывы веселости, смеха причуд сменялись у него капризами и вспышками гнева. Но все же он чаще был весел и мил, чем сердит и не в духе. Веселая, молодая и умная мать, не менее веселая и очень занятная бабушка, да и другие члены семьи умели быстро развлечь его, и он опять становился мил, приветлив и весел. Особенно с матерью он ласкал ее, целовал ей руки, называл с нежностью «мама-мамиселька». Он вообще любил придумывать какие-то особые, уменьшительные для любимых людей и вещей. Свой маленький столик, на котором он расставлял игрушки, он называл «стол Столисецка». В раннем детстве, так лет до трех, все звали Сашу Бибой. Это название, конечно, придумала его мать. По общему приговору родных и друзей, Биба был очаровательное дитя. Ольга Михайловна Соловьева, наша двоюродная сестра-художница, увидав его в первый раз, сказала, что он для картины. А наша близкая знакомая Анна Николаевна Энгельгард, известная переводчица, жена Александра Николаевича Энгельгарда, восклицала при виде маленького Саши «Маркиз в пудромантеле». Примечание. Об Анне Николаевне Энгельгард, урожденной Макаровой, 1836-1903, ее мужа Александра Николаевича, 1823-1893. Смотри, подробнее ниже. Бибу обожали и баловали на все лады. Любил его и старый швейцар ректорского дома Карасев, радостно встречавший его, когда он шел гулять, или возвращался с прогулки, розовый, оживленный и очень голодный. Аппетит у Биба был прекрасный. Его не нужно было уговаривать кушать котлетки, пить молоко и так далее. Из друзей и знакомых, посещавших нас в то время, особенно много занимались Сашей моя гимназическая подруга Ольга Алексеевна Желебужская, в замужестве Мазурова, и студент Конрад Викторович Недзветский, который женился впоследствии на племяннице моего отца. Примечание. О Мазуровой и Недзветском, смотри подробнее ниже, семья Недзветского поддерживала отношения с Блоком только в ранние годы его жизни. С его-то детьми Саша и играл гимназистом, как упомянуто в моей биографии. Остается сказать еще несколько слов о пребывании Саши в шахматове в первые годы его детства. Там его радостям и забавам не было конца. Одним из главных источников этих радостей, кроме гуляния, цветов, грибов, деревенской еды, земляники и прочего, были животные, в особенности собаки. Об его пристрастии к животным, всем безразличия, я напишу особую заметку, пока же ограничусь этим кратким указанием. В шахматове Саша жил до трех лет в особом флигеле, где у него была кроватка с высокими решетками и тюлевым пологом от комаров. Это был тот самый флигель, где впоследствии Саша поселился с молодой женой. Он спал в одной комнате с матерью, рядом помещалась няня. В том же флигеле жила в отдельной комнате и прабабушка его, Карелина. Сидя на высоком стульчике перед некрашенным столом, в длинной салфетке, завязанной сзади, Саша пил молокой и кушал, что ему полагалось, пока его не начали водить в большой дом, где он стал кушать со всеми вместе. Это, кажется, произошло, когда ему было года три. Кушал он аккуратно и не особенно шалил за едой, но больших трудов стоило уложить его спать даже летом. Помню, как мы с сестрой в душный летний вечер сидим во флигеле и прислушиваемся к тому, как няня Авдотья в соседней комнате никак не может его укачать. Это была довольно полная и рослая женщина, которая выбивалась из сил, то напевая ему песни, то бормоча какой-то вздор про собаку-орелку и забияку, прибирая все, что приходило ей в голову. Вот, кажется, Саша затих, сейчас можно будет положить его в кроватку, и няня пойдет пить чай и болтать на кухню. Не тут-то было. Внезапно раздается из другой комнаты. Му-му-му. Это значит, что Саша и не думает спать. Несколько раз повторяется та же история, пока, наконец, он не заснет по-настоящему. Тогда измученная няня, крадучись, боясь, как бы опять не проснулся ребенок, проберется в спальню и осторожно положит его в кроватку. А мама задернет полок с голубыми бантами, и мы с ней, отпустив няню, будем смирно сидеть, чуть перешептываясь, пока она не вернется. Саша долго еще колобродил по ночам. Когда он настолько подрос, что не нужно было его укачивать, он все-таки спал неспокойно. В одном из писем ко мне того времени мать пишет, что Биба по ночам вертится, встает на корточки вниз головой и выдумывает вздор. Все это не мешало ему, однако, отлично высыпаться и быть очень здоровым и сильным ребенком. Но с раннего детства проявлял он нервность, которая выражалась в том, что он с трудом засыпал, легко возбуждался, вдруг делался раздражителен и капризен. Болезненных признаков пока не обнаруживалось. Нервность эта была очень понятна, так как Саша родился при тяжелых условиях, и родители, его особенно мать, были очень нервные люди. При всем своем здоровье Саше был, что называется, трудный ребенок. Возни с ним было ужасно много. Но все труды и хлопоты матери, няни и семьи, старицы вознаграждались той радостью, которую он доставлял окружающим. Маленький Биба забавлял и смешил нас своими словечками и выдумками и восхищал умилительной детской прелестью. Второй портрет Саши снят за границей в Триесте, когда ему было почти четыре года. Саша одет все еще девочкой. На нем белая матросская блуза из легкой материи с юбочкой в виде широкой оборки в складочках. Все отделано красным кумачом с белыми тесемочками. Платье было куплено в Петербурге тете Кате в изящном магазине детских вещей «Мерсио». Этот фасон был принят на некоторое время как переходная ступень к полному костюму мальчика. В то время, то есть после трех лет, уже никто не принимал Сашу за девочку, тем более, что и манеры, и игры его сразу изобличали мальчика. Но нежность цветов и говора осталась прежняя. За период в полтора года, протекший между двумя портретами, Саша заметно изменился во всех отношениях. Он стал еще живее, подвижнее, голос его окреп, игры стали разнообразнее, мужественнее. Когда Саше было около трех лет, мы переехали из ректорского дома на частную квартиру на Пантелеймоновской, близко от церкви. Она была в четвертом этаже, светлая и симпатичная, но оказалась сырой, и потому мы жили на ней всего одну зиму. У Саши с матерью была небольшая комната. Тут же спала и новая няня. Тесноту этого помещения скрашивала большая зала, где Саша бегал, разумеется, сколько угодно. Очень близко был летний сад, куда Сашу часто водили гулять. Няня попалась в тот год очень неудачная. Это была еще бодрая, сухонькая старушка с большими претензиями и огромной долей пошлости, которую, очевидно, тогда уже чувствовал маленький Саша. Она вечно рассказывала про какого-то генерала Голощапова, который дарил ей пирожные, неизменно в один и тот же час говорила, а вот и Пономарь зазвонил. И донимала Сашу стишками вроде следующих. «Здравствуй, миленький портной, взял ли ножницы с собой? Шей ты мне жилетку и кармашки по бокам, чтобы было куда класть мне орешки». Саша не выносил ни стишков ее, ни разговоров. Ничего интересного для него и в его духе она рассказать не могла, а впоследствии оказалось, что она была пьяницей и водила Сашу в гости к какому-то городовому, что мы узнали только после ее ухода, так как Саша даже в раннем детстве никогда на прислугу не жаловался. Разумеется, недостаток у Майи талантов няни с легкою возмещался всеми членами нашей семьи, начиная с Сашиной матери и кончая бабушкой. Еще летом в шахматове мать сочинила для Саши сказочку про девочку-пеструшку, которая ему очень нравилась. Часто просил он мать рассказать ему «пли-плистлюску», как он тогда выражался, он долго еще картавил. А бабушка выдумала присказку про глупишку в форме следующего диалога. «Глупишка, глупишка, где ты был? Куда ходил в такую пору?» «Глупишка басом по-дурацки. На Малиновую гору. А что ты там делал?» «Грибы собирал. Да ведь там темно. Ничего». Саша готов был без конца слушать про глупишку, и, как только бабушка умолкала, со страстью требовал «баба истё». Весной старые няни отказали и взяли опять временно уходившую няню Соню, с которой поехали сначала в Шахматово, а потом за границу, в Триесты и Флоренцию. Няня Соня была единственная из нянь, которую Саша любил. Другие не сумели его привязать. Она была не особенно ласковая, не отличалась ни большой живостью, ни изобретательностью, но, во-первых, хорошо действовала Саша на нервы своим тихим и ровным характером, а, во-вторых, никогда не мешала ему, ничем его не раздражала и с большим тактом схватывала дух его игр. Кроме того, она толково читала вслух, и у нее были известные литературные наклонности, что очень пригодилось, когда Саше было года четыре. Он очень к ней привязался, называл ее «няня Сонься» и с нежностью говорил, «Нянечка, у тебя носик как апельсинчик». Няня была рябая, а нос довольно большой. А когда хотел узнать, который час, говорил ей, намекая на ее крайнюю близорукость, «Нянечка, понюхай часы». В лето перед отъездом за границу Саша много играл в лошадки. Он скакал на палочке, взнуздовал ее, изображая непокорного коня, а также привязывал длинные красные вожжи к разным вещам и ехал куда-то на тройке, погоняя лошадей кучерскими словечками и возгласами. Это сделалось надолго его любимой игрой. Во весь длинный путь от Москвы до Триеста он запрягал своими вожжами наши дорожные мешки и покрикивал басом «Но-но! Забыла! Боишься?» Всю дорогу он был весел, хорошо спал и кушал. В путешествии всякого рода уже с детства его развлекали и всегда ему нравились. В этом отношении он был не в мать. Она, напротив в вагоне, всегда страдала от тошноты, почти не могла ни есть, ни спать и вообще прескверно себя чувствовала. Зато дедушка Бекетов чрезвычайно любил путешествовать. В Триесте мы прожили осень и зиму. В хорошую погоду Саша гулял большую часть дня. Рано утром он часто ходил с бабушкой на базар, где она покупала кое-какие припасы. Наша еда была очень несложная и простая, так как денег у нас было в обрез. Но купание стоило гроши, а это было очень важно. Купание в море пошло наиболее впрок именно Саше, а езда в открытой конке на пляж была для него источником больших радостей. Он скоро свел дружбу с кондуктором и, сидя в конце конки, близко от кучера, громко восклицал при остановках. Это было одно из немногих итальянских слов, которые он знал в то время. В дурную погоду, когда дул несносный Сирокко, он сидел дома, играл с няней Соней. Тут главным образом фигурировали чурочки, которые изображали, между прочим, кондуктора и его маму, приходивших друг к другу в гости. Няня Соня вела длинные диалоги между обоими действующими лицами и иногда путала, кто кого изображает. Так как чурочки были совершенно одинаковые. За это ей доставалось от Саши. Он сердитомахал ручкой и восклицал с расстроенным видом. «Ах ты, этакая! Ведь это же кондуктор, а ты говоришь, кондукторова мама!» Няня Соня кротко извинялась и быстро исправляла свою ошибку. Играли и в конку, причем няня Соня изображала пассажиров, а Саша — кондуктора и контролера. Новых игрушек в Триесте не покупали, но зато во Флоренции был куплен пушистый белый заяц с морковкой во рту. С ним Саша не расставался и долго еще играл им в России. Перед отъездом из Флоренции он немного беспокоился, что кондуктор отнимет у него в вагоне зайца, и потому говорил нам, «Я скажу, что куэсто э мио бамбино, что это мой ребенок». Во Флоренции Саша гулял еще больше, чем в Триесте, благодаря отсутствию ветров и наступившей вскоре весенней погоде. Задняя, солнечная сторона нашего дома выходила в сад, но по нашим русским понятиям он был слишком утилитарен и скучен. Там росли только фруктовые деревья шпалерами. Ни простору, ни тени, ни лужаек не было. Саша мало проводил там времени. Ему нравился только бассейн с золотыми рыбками. Они с няней Соней много ходили по улицам или отправлялись в прекрасный сад Боболей, где были длинные тенистые аллеи, зеленые заросли с бассейнами и мраморными статуями. Во Флоренции мать сшила Саше первый костюм с панталончиками из летней синей материи. С этих пор его одевали уже настоящим мальчиком. Тогда же купили ему соломенную шляпу с синей лентой и широкими полями, из-под которых виднелись его золотые, уже заметно вьющиеся волосики. Южане восхищались видом этого нежного северного мальчика, принимали его по большей части за англичанина. Во Флоренции у нас была прекрасно обставленная квартира, отличный стол и хорошая кухарка. Жизнь была гораздо интереснее и разнообразнее, чем в Триесте, но для Саши это было неважно. Ему одинаково хорошо было и в Триесте, и во Флоренции. Он здоровел, развивался, но вся поездка прошла для него как сон, не оставив никаких следов в его воображении. В начале мая мы, уже сильно соскучившись по России, уехали из Флоренции прямо в Шахматово. Можно себе представить, как ждали Сашу те, кто оставался в России. Когда мы вернулись для Саши и его матери, было приготовлено новое помещение. Флигель понадобился для сестры Софии Андреевны, у которой перед нашим отъездом родился первый ребенок. Саша с матерью поселились в большой комнате с итальянским окном, выходившим в сад, который только что отстроили на месте старой кухни, примыкавший к дому, а кухню перенесли на двор в расстоянии нескольких шагов от дома. Рядом со спальней Саши и его матери была небольшая комнатка няни Сони. Она занимала часть сеней, соединявших большой дом с пристройкой. В новой комнате стояла все та же детская кроватка, из которой Саша еще не вырос. Здесь помещалось больше вещей, чем в тесных комнатках флигеля. В углу, например, стоял старинного фасона угольный диван, крытый красным ситцем, который мы с сестрами еще с детства прозвали пиявкой. Надо признаться, не очень метко. В шахматове зажили по обыкновению очень хорошо. Маленький Фероль, сын тети Софы, которому было около года, пока еще мало занимал Сашу. Тетя Софа, наша сестра, Софья Андреевна. Лето прошло незаметно. В Петербург приехали прямо на новую квартиру, приготовленную и устроенную заранее тетей Катей, на которой лежали все хозяйственные заботы. На этот раз поселились на Ивановской, близ загородного проспекта. Здесь у Саши с матерью была громадная комната, да и вся квартира была просторная, особенно зала, уставленная по всей стене, выходившей на улицу красивыми группами тропических растений, доставшихся нам из университетской оранжереи. Несмотря на большое количество мягкой мебели и концертный рояль, в зале оставалось еще много свободного места, так что у Саши было обширное поле для бегания. В эту зиму и был с него снят портрет в кружевном воротнике и в костюме из зеленого бархата с атласной вставкой. Этот красивый наряд надевали на Сашу, разумеется, только в торжественных случаях. Обычно же он ходил в синих матросских костюмчиках с короткими панталонами, в длинных темных чулках и черных туфлях с завязками. Так он одет на другом портрете, снятым с него в тот же сезон, во весе рост, фотография Вестли. В то время его шелковистые тонкие волосы стали темнее, он был очень стройен, и его крепкие ножки не знали устали. Ходить и бегать он мог без конца. Прав был дедушка, который говорил ему, если он жаловался на усталость, «Да ты побегай». Усталость могла быть только нервная, если ему приходилось скучать или стесняться. В эти годы Саша был очень шумлив и стремителен. Его голос громко раздавался по комнатам, всякому занятию он предавался с самозабвением. Всю эту зиму он проиграл в конку. Саша был до того поглощен этой забавой, что когда переставали играть, то есть звонить и двигаться, он почти все время водил пальчиком по всем линиям, которые попадались ему на столах, на книгах, на рисунках скатерти и так далее. Раз он дошел до того, что, взобравшись на колени к одному длинноносому гостю, стал водить пальцем по его носу. На Ивановской пришлось прожить всего одну зиму, квартира оказалась дедушке непосредством. Наняли другую, немногим хуже прежней, тоже с большой детской, где спала и няня Соня. У нее был свой уголок за перегородкой. Сноска на Большой Московской против Свечного переулка. Именно в этой комнате была лошадь-качалка и зеленая лампадка, известные по стихам, посвященным Олениной Дальгейм, и по стихотворению «Сны» из третьего тома. Примечания. Стихи, посвященные Олениной Дальгейм, темная, бледно-зеленая, том 1, 304 страница. И пора уснуть, да жалко, не хочу уснуть, Конь качается, качалка, на коня скакнуть, Луч лампадки, как в тумане, и так далее. В промежутках между игрой и гулянием тетя Соня читала Саше вслух в то время, как он рисовал или что-нибудь мастерил. Об этом я скажу ниже подробно, теперь же буду продолжать об его играх. Под влиянием чтения Пушкинской Полтавы Саша выдумал новую игру. Изображался полтавский бой. Это была бурная воинственная игра, для которой Саша надевал картонные золотые латы с такой же каской, подаренные ему на елку. Он вихрем носился по комнатам, пробежав через бабушкину спальню, врывался в залу, пролетал ее с громкими воплями, махая оружием, по дороге с кем-то сражался, в кого-то стрелял, целясь, например, в сидящую за работой бабушку, причем говорил, «Сидит мертвая, да и шьет!» и несся обратно тем же порядком, придумывая все новые и новые эпизоды сражения. Во время этих битв я сидела обыкновенно за роялем, играя гаммы, за что и получила название «шведского музыканта». Таким образом, мы с бабушкой, не принимая никакого участия в Сашиной игре, были вовлечены в нее силу и его воображение. В этом же году, ближе к весне, Саша выдержала опасную болезнь, плеврит с эксудатом. В это время было особенно тяжело еще и потому, что Саша заболел в отсутствии матери, которая лежала в больнице, где ей делали операцию. Саша скучал по матери, а от нее приходилось скрывать его болезни, чтобы не помешать ее выздоровлению. Перед тем, как заболеть, Саша был очень грустен, и, идя прощаться к бабушке перед сном, шел, опустив головку. Когда он стал ложиться спать, няня сказала ему, «Что ты, Сашенька, такой грустный? Не надо так. Вот посмотри, Фироль всегда веселенький». Двоюродный брат Саш. А он отвечал, «Да у Фироля мама здоровая, а у меня больная». Тут няня Соня стала его ласкать и прекратила свои наставления. Лечил Сашу доктор Каррик и по обыкновению очень успешно. Скажу несколько слов об этом милом человеке, который два раза спас Сашу от жестокой опасности. Он происходил из шотландской семьи, основавшейся в Петербурге. Учился сначала в Петерхуль, а потом в Эдинбургском университете. Был очень талантливый и решительный доктор, а также большой любитель детей, красивый, здоровый человек, огромного роста, с громовым голосом и неистащимым запасом веселья. Он с большим юмором изображал разные сцены и рассказывал анекдоты, великолепно представлял, как хлопает пробка, или делал вид, что отчаянно стукнулся лбом об дверь, подражая только движению и звуку удара и так далее. Он очень любил Сашу и, забавляя его самыми простыми средствами, заставлял смеяться и радоваться. Саша называл его крошка-доктор и всегда рад был его приходу. Помню, как один раз, просидев у нас час или два в дружеских разговорах, Каррик собрался уходить перед самым обедом. Саша уговаривал его остаться. — А у нас будет пудинг, — сказал он, надеясь удержать доктора. Услышав это, Каррик заревел во все горло и, утирая глаза кулаками, пошел в переднюю, что, конечно, привело Сашу в немалый восторг. Во время болезни доктор был необыкновенно внимателен и ласков с ребенком и выходил его великолепно. Мать вернулась из больницы, когда Саша еще лежал в постели и был довольно слаб, но уже поправлялся. Теперь как раз будет, кстати, сказать о первом Сашином чтении, но для этого мне придется вернуться немного назад. По более точным справкам оказывается, что Саша выучился читать не в четыре года, как сказано в моей биографии, а годам к пяти. Этому научила его в первый год по возвращении из-за границы наша бабушка Карелина, которая жила с нами и на Ивановской. В те часы, когда Саша оставался один в ее комнате, она, по секрету от его матери, с которой была в великой дружбе, стала показывать ему буквы по рассыпной азбуке. Он очень скоро одолел грамоту, и прабабушка с торжеством показала его искусство Сашиной маме. Писать же он выучился сам совершенно незаметно, писал сначала печатными буквами, а потом и писанными. Саше было лет пять или около того, когда ему начали читать вслух. По большей части это делала няня Соня. Сам он читал тогда мало. Вначале ему нравилось больше всего смешное и забавное. Быстро выучил он наизусть степку-растрепку, говорящих животных, зверки в поле и птички на воле, и разные присказки, загадки и стишки из книжек так называемой Ступинской библиотеки. Примечание. Ступинская библиотека серии детских книг, выпускавшаяся издательством Ступина, Москва. Известная книга Буша, Макс и Морец не была в ходу у нас в доме. Лет в шесть появился у Саши вкус героическому, к фантастике, а также к лирике. Ему читали много сказок и русских, и иностранных. Больше всего ему нравился царь Салтан. Тогда же полюбил он замок Смальгольм. Узнал он Исида в переводе того же Жуковского. Наслушавшись этого чтения, он дал няне-соне прозвище в духе испанского романсеро «Дон няняо благородный по прозванию слепая». Саша охотно, без всякого принуждения, говорил наизусть отрывки из разных забавных стихов о зверках и птичках вроде истории про дерзкого воробья со следующим четверостишием. Он ворону пожилую нагло смел спросить, как на лапищу такую сапоги ей сшить. Или декламировал целиком. Пуделька послала мама крендельков купить. Близко, булочная, скоро можно бы сходить, но охотник он был страшный, по верхам зевать. И так далее. Кажется, у Пуделька украла его крендельки другая собака. Все это было смешно не по замыслу автора, который всегда имел нравоучительные тенденции, а по комической серьезности, с которой трактовались эти сюжеты. Много удовольствия доставляли Саше и талантливые рисунки с утками, и ласточками в юбках, и капорах, и собаками в пиджаках, и цилиндрах. Одной из любимых историй были приглупые стихи о болтливом утенке, которому мать обещала повесить на нос замок, если он не перестанет болтать. Утенок оказался непослушным и разболтался с лягушонком. Долго криках продолжался и далеко раздавался, бестолковое «Вак-вак!» и затем немедля «Квак!». Все кончается следующим нравоучительным четверостишием. Чем же кончилось болтание? Посмотрите, что за вид. Мать сдержала обещание, и на рту замок висит. А внизу нарисован желтый утенок в красной шапочке с замком на клюве и крупной слезой, повисшей под глазом. Более серьезные вещи Саша не любил говорить при всех. Замок Смальгольм. Он еще декламировал няне и маме, но лирических стихов никогда. После его болезни, стало быть, лет около шести, произошел следующий характерный случай. Как-то вечером, лежа в постели, Саша выпроводил из комнаты всех, кто там был, и мы услыхали из соседней комнаты, как он слабым голоском, еще слегка картавя, стал говорить наизусть стихи Полонского «Качка в бурю». Гром и шум, корабль качает, море темное кипит, ветер парус обрывает и в снастях свистит. Разумеется, он не понимал тогда очень многого в этих стихах, но что-то ему в них нравилось. Он, очевидно, чуял их лиризм, который уже тогда был ему близок. Когда Саше минуло семь лет, мать нашла, что он уже настолько велик, что пора отпустить няню. Няня Соня поступила по рекомендации Сашиной матери на новое место, но приблизительно через год после того, как ушла от нас, вышла замуж, причем сестра Александра Андреевны была у нее на свадьбе посаженной матерью, а Саша нес образ. Няня Соня имела такое значение для маленького Саши, что я считаю нужным сказать об ней еще несколько слов. Она была настоящим другом и помощницей его матери. Более подходящей няни ему нельзя было подыскать, происходя из очень честной и порядочной мещанской семьи, она сама отличалась безукоризненной честностью и добросовестностью. Ее наружность, не будучи красивой, ее портили рябиной, не лишена была приятности и очень женственно. Она была высокого роста, очень опрятна, всегда аккуратно одета и гладко причесана, так что в общем производила благообразное впечатление. Ее кротость и ясность прекрасно действовали на Сашу. Отсутствие крикливости, грубости и болтливости очень ее украшало и было особенно, кстати, для такого нервного и впечатлительного ребенка. Кроме того, она была умна и интеллигентна и всегда умела занять Сашу и говорить с ним именно так, как ему было нужно. Уйдя от него, даже и после замужества, няня Соня интересовалась всем, что его касалось. Она читала и понимала многие его стихи, гордилась им и высоко его почитала, хотя и звала по старой памяти Сашура с обращением на «ты». Саша тоже любил ее. В детстве еще гимназистом он очень веселился и радовался, когда она приходила в гости, иногда с ночевкой. Они вместе сочиняли потешные стихи и много хохотали. В более зрелом возрасте Саша всегда был с ней добр и приветлив и не раз помогал ей деньгами в трудные минуты. Несколько лет тому назад она совершенно ослепла. Муж ее, с которым они очень согласно жили, умер, детей у нее не было. Сестра Александра Андреевна поместила ее в богодельню. В настоящее время она в богодельне около Смольного. Жизнь ее, разумеется, самая печальная, тем более, что ее редко навещают по дальности расстояния. Портрет семилетнего Саши в матросском костюме с гладкопричесанными короткими волосами относится к последнему году пребывания в нашем доме няне Сони. Об этом портрете, снятом фотографии Позетти на Невском, я скажу только одно. Он похож, но снят в неблагоприятную минуту, так как, чтобы ехать сниматься, Сашу пришлось оторвать от какой-то очень интересной игры, о чем он долго не мог забыть. Оттого у него такое недовольное выражение. Он уже далеко не так красив, как на предыдущем портрете, что объясняется, между прочим, тем, что острижены его прекрасные кудри, короткая стрижка к нему не шла. Семи лет еще при няне Соне Саша начал увлекаться писанием. Он сочинял коротенькие рассказы, стихи, ребусы и так далее. Из этого материала он составлял то альбомы, то журналы, ограничиваясь одним номером, а иногда только его началом. Сохранилось несколько маленьких книжек такого рода. Есть Мамулин альбом, помеченный рукой матери 23 декабря 1888 года, написано в 8 лет. В нем только одно четверостишее, явно навеянное и Пушкиным, и Кольцовым, и Ребус, придуманный на тот же текст. На последней странице тщательно выведено «Я очень люблю Мамулю». Весь альбом формата не больше игральной карты написан печатными буквами. Кошачий журнал с кораблем на обложке и кошкой в тексте написан уже писанными буквами по двум линейкам. Здесь помещен только один рассказ «Рыцарь», неоконченный. Написан он в сказочном стиле. Упомяну еще об одной книжке, составленной для матери, написанной печатными буквами. На обложке сверху надпись «Цена 30 копеек для моей крошечки». Ниже «Для моей маленькой кроши», еще ниже «Корабль» и «Оглавление». В тексте рассказик «Шалун» картина изгородь и стишки объедала. Жил-был маленький коток, съел порядочный пирог, заболел тут животок, встать с постели кот не мог. Примечание. Более подробно об этих журналах смотри «Минц», рукописные журналы «Блока ребенка», «Блоковский сборник», выпуск второй, страницы 292-308. К сожалению, дат нигде нет. Все эти ранние попытки писать обнаруживают только великую нежность Саши к матери, а также его пристрастие к кораблям и кошкам. Но интересно то, что Саша уже тогда любил сочинять и писал в разном роде, подражая различным образцам. Заключая первый период Сашиной жизни, скажу еще несколько слов об его характере. Саша был вообще своеобразный ребенок. Одной из его главных особенностей, обнаружившихся уже к семи годам, была какая-то особая замкнутость. Он никогда не говорил про себя в третьем лице, как делают многие дети, вообще не любил рассказывать, и разговоров не вел иначе, как в играх, да и то выбирал всегда роли, не требующие многословия. Когда мать отпустила няню Соню, она наняла ему приходящую француженку, которая с ним и гуляла. Это была очень живая и милая женщина. Она расположилась к Саше и очень старалась заставить его разговаривать, но это оказалось невозможным. Саша соглашался только играть с ней, а с разговором дело не шло. Мать решила, что не стоит даром тратить деньги, и отпустила француженку. При всей своей замкнутости маленький Саша отличался необыкновенным прямодушием. Он никогда не лгал и был совершенно лишен хитрости и лукавства. Все эти качества были в нем врожденные, на него и не приходилось влиять в этом смысле, кроме того, он был гордый ребенок. Его очень трудно было заставить просить прощения, выпрашивать что-нибудь, подольщаться, как делают многие дети, он не любил. К тем наказаниям, которым иногда подвергала его мать, он относился очень своеобразно. Когда ему было 4 года и мы жили во Флоренции, он как-то очень шалил за обедом. Мать много раз его останавливала, он все не слушался. Наконец она сказала, я не дам тебе сладкого, если ты не перестанешь шалить. Тогда он совершенно спокойно встал из-за стола и сказал, хорошо, я пойду в сад рыбок смотреть. В саду был бассейн с золотыми рыбками, и Саша действительно отправился туда, как ни в чем не бывало, не попросив прощения, не думая клянчить, чтобы ему дали сладкого блюда, которое он очень любил. Позднее, когда ему было лет 5 или 6, произошел такой случай. Саша очень рассердил свою мать какой-то шалостью или капризами. Она заперла его в нянину комнату, потому что он не хотел ни повиноваться, ни образумиться. Долго он сидел там совсем тихо, не плакал, не кричал и ничего не говорил. Наконец, мать и няня стали беспокоиться, не случилось ли с ним чего. Как вдруг он заговорил с ними совершенно спокойным голосом, что ж вы меня не выпускаете, ведь я уж все нянины платья оборвал, смотрите. Мать и няня бросились отпирать двери и увидали, что на полу валяются все нянины платья, сорванные с гвоздей. Тогда мать сказала, что же мне с тобой делать, Сашура? В ванную что ли тебя запереть? А я там воду пущу, отвечал он. Мать вывела его из няниной комнаты и тут только он попросил прощения, причем, конечно, его обласкали. Очень трудно было справиться с его капризами, приучить его к чему-нибудь и заставить его что-нибудь делать, если он этого не хотел. Лучше всего помогала какая-нибудь выдумка или шутка. Саше было года четыре, когда мать придумала следующий фортель. Когда он начинал капризничать или упрямиться, она говорила, ах, это вавилка пришел, гадкий вавилка, который всегда капризничает и не слушается. Уходи, уходи, вавилка, позови мне моего милого Сашеньку, который такой хороший и умный, никогда не капризничает, ну, иди же, иди, позови. И Саша с надутым сердитым личиком уходил в другую комнату, где оставался некоторое время один, а потом говорил так, что все мы слышали, сяська, иди сюда, тебя мама зовет. И возвращался к матери уже в другом настроении, целовал ее, переставал капризничать и весело принимался за игру. И все-таки нужно сказать, что Сашу можно было только отвлечь и, так сказать, обмануть удачной шуткой, новым впечатлением и так далее, но изменить его наклонность и повлиять на него, воспротивиться его желанию или нежеланию было почти невозможно. Он не поддавался никакой ломке, слишком сильна была его индивидуальность, слишком глубоки его пристрастия и антипатии. Если ему что-нибудь претило, это было непреодолимо, если его к чему-нибудь влекло, это было неудержимо. Таким остался он до конца, а когда сама жизнь начала ломать его, он не выдержал этой ломки. Делать то, что ему несвойственно, было для него не только трудно или неприятно, но прямо губительно. Это свойство унаследовал он от матери, она тоже не могла безнаказанно делать то, что ей было несвойственно. Глава 2. Детские и отроческие годы. Портрет Саши в черной гимназической блузе снят с него в сезон 1891-1992 года, когда ему минуло 11 лет. В гимназию он поступил в 1890-м году, еще до 10 лет. По-моему, выражения лица его не соответствуют 11-летнему возрасту, он, кажется, моложе своих лет. Да, так оно и было. За 4 года Саша извел, конечно, немало бумаги, сочиняя стихи и прозу, но образчиков этих писаний сохранилось немного. Привожу одно стихотворение, относящееся к этому периоду, о чем можно судить и по почерку, и по содержанию, и по правописанию. Дата не обозначена, думаю, что оно сочинено около 9 лет, написано карандашом, частью печатными, частью писанными буквами. Сохраняю и орфографию. Конец весны. Весна, весна, поют стрекозы, весна, весна, поют птенцы. Уж в чистом поле, там жнецы, кузнечки в траве стрекочет, как будто хочет пленить лягушечек в пруду в свою потеху, да не совсем так к спеху. К этим же годам до 10 лет несомненно относится написанный по двум линейкам ежемесячный журнал «Корабль». В числе двух номеров в тексте рассказы с названиями «Война», «О детях», «Ванин кот» и так далее. Кроме того, шарады, шутки, ребусы. Привожу один из рассказов первого номера корабля «Война». Ночь была темная и война была большая. Много ружей, сабель, штыков, рапир, секир, пистолетов, револьверов и барабанов просовывалось через тьму. На конце поля битвы стояла избушка. Старые стены едва держались, потолок чуть не проваливался, ржавые окна, то есть крючки на окнах, тоже едва держались. Но вдруг огромная бомба разорвала избушку. Конец. Другие рассказы не длиннее этого. Сашин почерк быстро менялся к лучшему сообразно годам, но развитие в смысле житейской зрелости и расширение интересов шло чрезвычайно туго. Сашины письма к дедушке Шахматова в 9 и 10 лет и к матери в 11 с половиной необыкновенно ребячливы. Девяти лет Саша гостил летом вместе с матерью и отчимом в имении нашего дяди Алексея Николаевича Бекетова в Саратовской губернии. Саша писал к дедушке по одной линейке пером правильно и даже очень хорошим почерком только без запятых. Так мог бы писать мальчик 10 и 11 лет, но по содержанию письма напоминают ребенка восьми и даже семи лет. Привожу выписки. Милый мой Дидя, я очень тебя люблю, мне тут очень нравятся собаки, они постоянно ходят в сад, потому что там привязали другую собаку, которую зовут Цербер. Одна собака мне здесь особенно нравится, ее зовут Барбос. Я бы очень хотел уехать в Шахматово, здесь есть очень хорошие цветы. Я научился играть в крокет, это мне очень нравится, мне здесь очень нравится, целую тебя, твой Сашура. Есть и продолжение в двух отрывках, где говорится о том, как они с Булей, кузен Недзветский, строили дома, и как Саша заболел после купания. На обратной стороне письма написано «Собаку зовут Резор». Вероятно, это относится к Барбосу, может быть, и к Церберу. Письмо к дедушке, написанное год спустя, в десять лет, тоже из Шахматова, уже заметно взрослее. Оно написано не так красиво, но уже без линеек. В нем говорится про двоюродных братьев в тоном старшего. Погода портится, сегодня было холодно, небо заволокло тучами, Феролька ходит нахмурившись, не хочет ни во что играть, когда его спросишь что-нибудь, он махает ручкой или сердится. Вчера даже случилось с ним следующее печальное происшествие. Тут подробно описывается ссора между братьями и случай, который кончился слезами Фероли. Писем к матери из Шахматова в возрасте одиннадцати с половиной лет несколько. Александра Андреевна в это время ухаживала в Петербурге за больным мужем. Все Сашины письма этого времени необыкновенно нежные и ласковые. Везде говорится, что он очень соскучился по маме и по францике, как он называет своего отчима, но что в Шахматове ему очень весело и хорошо. Исполняя настоятельную просьбу матери, он подробно и добросовестно пишет о своем здоровье и уговаривает ее не беспокоиться. У него немного болело ухо. Привожу отрывок из одного письма. Сегодня утром мне как-то замечательно весело, несмотря на дурную погоду. Пожалуйста, моя капелька, не беспокойся о моем ухе. Ничего дурного нет и быть не может. Ты послала просто ужас, какое отчаянное письмо. Писем твоих у меня в кармане накопилось целых три. Особенно понравились мне точные сведения о кисе. Она воображается мне такой прелестной, мягкой, пушистой. Твое второе письмо о том, что мне есть было просто пророческое. Все, что там написано, дают мне. Мы с братьями делаем наш дом. Я соскучился о третьем классе, о тебе, о францике и еще о многих вещах, оставшихся в Петербурге. В числе их о синдетиконе и о простом клее. Прощай, моя милая крошка, Господь с тобой. Поцелуй францика, я о нем ужас как соскучился. Мама, дорогая, приезжай, как только можешь скорее. Твой Сашура. Описанный мною выше портрет в гимназической куртке снят во время сезона, предшествовавшего тому лету, когда Саша писал эти письма. За эти годы Саша сблизился с двоюродными братьями Фиролем и Андрюшей. Летом он проводил с ними много времени, так как они жили обыкновенно в шахматове, а зимой виделся редко, только по праздникам. Тогда же появился и сын нашей кузины Виктор Недзветский, так называемый Буля, который был одних лет с Фиролем, а также двоюродный брат и сестра Фироля, Коля и Ася Лозинский, дети их тетки. Оба значительно моложе Саши. Сближение с этими детьми произошло, когда Саша любили Андрюш Кублицкий и Коля Лозинский. Коля, давно уже умерший, был мальчик восторженный и изъявительный. Дети Лозинские в то время говорили по-французски лучше, чем по-русски, и Коля в порыве восторга кричал при появлении Саши «Александр! Труа! Но Труа! Александр Третий наш король!» Игры были чисто детские, не только потому, что Саша с ней сходил к маленьким как старший, но и по его ребячливости, которая заставляла его от души увлекаться детскими интересами и забавами. В одиннадцать с половиной лет 1892 год он играл с братьями в поезда и бегал в запуске вокруг цветников. Игра в поезда была одно время очень в моде. На дорожках сада расставлялись какие-то шесты со значками, между которыми протягивались веревки, и мальчики мерно двигались по дорожкам, изображая сходящиеся и расходящиеся поезда, причем Саша подражал свисткам и пыхтению паровоза. Эта игра довольно-таки затрудняла прогулку по саду, но никому из взрослых и в голову не приходило помешать детям, наоборот, все сворачивали в сторону, обходя играющих. Особенно увлекался этой игрой Саша, который питал всегда большое пристрастие к локомотивам, вагонам, семафорам, словом, ко всему, что относится к железной дороге и обстановке поездов. Несколько позже, когда Саше было уже 13-14 лет, матери стали возить детей в балет. Это дало повод для новых игр. Стали изображать балеты, причем танцы, грации, вся классическая, изящная сторона. Их не играла никакой роли. Особенно облюбовали почему-то балет «Синяя борода» и представляли главным образом сцену, где сестра Анна смотрит на дорогу с башни. Надевали на себя что попало, пледы, платки, какие-то непонятные предметы, что придавало всем очень нелепый и до нельзя комический характер. Такие представления устраивались несколько раз по воскресеньям и праздникам, когда у дедушки собирались все внуки, а иногда и дети лозинские. Игра начиналась после семи часов, когда дедушка уходил к себе отдохнуть. Помню, как в столовой одной из наших квартир на Васильевском острове Саша, наряженный в какой-то невероятный костюм для роли сестры Анны, взгромоздился на высокий мраморный камин и проделывал пантомиму, на которую невозможно было смотреть без смеха. Вообще, надо сказать, что, играя, он часто проявлял чисто клоунский юмор, а в воинственных играх брал темпераментом. Особой изобретательности он не обнаруживал и за ней не гонялся, но всех увлекал или непосредственным комизмом, или азартом, так, что товарищи его или безумно хохотали, или приходили в неистовство. Сохранилось довольно много Сашиных писем к бабушке, которые он писал зимой, описывая разные случаи своей жизни, а также елки и другие развлечения, так как бабушка, вследствие мучительной, неизлечимой болезни, последние 10 лет своей жизни выходила на воздух только в шахматове, в городе же всегда сидела дома. В письме от 28 декабря 1893 года в 13 лет описывается елка, которая была в доме Сашиной матери. После перечисления всего того, что ему подарили, с подробным описанием великолепного игрушечного револьвера, подаренного мамой, говорится, между прочим, «Вчера на елке было ужасно весело. Мы все бегали, шумели, кричали и бесновались. Мы изображали разбойников, прятались за стулья, но, что удивительно, так это то, что нам хватало места на все эти упражнения». Меня же при воспоминании об этой игре и безумном азарте детей более удивляет то, что они не повалили елку. При описании подарков, между прочим, сообщается в том же письме, «Еще мама подарила мне две бутылки клею синдитикона и лапитузона, а ты мне подарила страшно интересную книгу, которую я уже начал и очень тебе благодарен». Это книга с севера на юг Каразина. Что касается клея, то Саша всегда чувствовал к нему большую слабость, употребляя его для различных потреб. Между прочим, одним из любимых его занятий еще в 13 лет было склеивание домов, нарисованных на больших листах картона. В письме о 24 ноября 1893 года, описывая бабушке день своего рождения, 16 ноября, в 13 лет, он пишет, «Мама подарила мне шесть листов бумаги, на которых были нарисованы самые разнообразные животные и клейка Ноева ковчега. Затем там были со мной его жена и сыновья со своими женами. Дарили ему всегда много, причем он очень радовался подарком и наслаждался ими вовсю. Дня своего рождения елок он дожидался с великим интересом, но если по редкости случая чей-нибудь подарок оказывался неудачным и обманывал его ожидания, он был неутешен. При одном из таких случаев, когда ему было не меньше десяти лет, он горько плакал у себя дома, вернувшись с какой-то елки. При этом он по обыкновению не хотел сказать, в чем его горе, но долго не мог успокоиться. Отчасти это можно объяснить не только обманутыми надеждами, но и тем, что нервы его были слишком напряжены и возбуждены так, что достаточно было малейшего повода, чтобы произошла реакция. Плакал он вообще очень редко. Говоря о подарках, следует прибавить, что сам он тоже очень любил их делать. Письма 1893 года все в одном роде. В них много нежности к матери, к отчему и ко всему домашнему, а также к бабушке, к дедушке и ко мне. Письма пишутся часто, несмотря на уроки и на журнал Вестник, который начал издаваться с этого года. Интересы все чисто детские и домашние, если не считать книг и Вестника. О гимназии почти не упоминается, о товарищах не полслова. О книгах кратко сообщается, что какая-то страшно понравилась или страшно интересная. Читал он тогда романы Купера, Майнрида, Жюль Верна и детские книги Марка Твена, «Принцы, нищие» и другие, а также журнал «Родник». В 1894 году Саша в первый раз попал в драматический театр. Приходится исправлять и эту дату из моей биографии. Сохранилось письмо Саши к бабушке с описанием впечатления от первого спектакля, виденного им в Александринском театре. Письмо от 16 января 1894 года, значит, ему уже минуло 13 лет. Вот выписки из него. Сегодня мы были с мамой вдвоем в Александринском театре и видели плоды просвещения. Это мне ужасно понравилось, и я хочу опять очень попасть туда. Мы сидели в партере в пятом ряду, театр был до того пуст, что во всех рядах перед нами сидело человек восемь, так что мы видели все прекрасно. Я был сегодня только во второй раз в театре, и нахожу, что балет «Спящая красавица» скука и гадость в сравнении с этим. Из артистов особенно хороших не было, кроме Левкеевой, Долматова, Панчина и еще некоторых. Примечание. Елизавета Ивановна Левкеева, 1851-1904, актриса Александринского театра. Мне особенно понравился спиритический сеанс. В 1894 году Саша начал издавать рукописный журнал «Вестник», но мысль о нем, очевидно, зародилась еще летом 1893 года, когда была составлена детская книжка «Колос» и по внешности и по содержанию похожая на «Вестник». Этот сборник сочинений А. Блока и Ф. Кублицкого «Пятух» вышел в августе. Феликс Кублицкий «Пятух», то есть Сашин кузен Фероль. Написан он почти целиком рукой Сашиной матери. На обратной стороне заглавной страницы следующая надпись «Цензор», редактор и издатель А. Кублицкая «Пятух» дозволена цензурой Шахматова 1893 года. Саше было тогда около 13 лет. В книге его сказочка «Сон», его же перевод с французского неизвестного автора «Это ты», и два лирических стихотворения. И сказочка, и французский рассказ годятся для детей лет семи. То и другое написано и выбрано очевидно сознательно с целью приспособиться к детскому возрасту, что и удалось Саше. В сказке непослушная девочка, которую на силу ложили спать, мечтает в постели. «Ах, если бы я могла делать, что хочу!» Во сне она попадает в царство эльфов, в прекрасный сад, где на деревьях висели конфеты и пели райские птички. Она играла с эльфами, но вечером соскучилась по маме и стала кричать «К маме я хочу скорее!» «Где она?» И проснулась. Солнце ярко светит в комнате, а над нею стоит мама и говорит «Полно тебе спать, пора вставать!» С тех пор девочка боялась попасть в прекрасный сад и сделалась послушной. Перевод с французского сделан хорошо, а самый рассказ при большой краткости имеет свой интерес, хотя основан не на происшествии, а на психологии. Сказочка написана очевидно под влиянием французских нравоучительных но милых вещиц из журнала «Журнал Пурту» «Журнал для всех», который покупался для Саши, оттуда же взятый рассказ. Замечу в скобках, что присутствие в доме сестры Софьи Андреевны гувернанток француженок таки заставило Сашу говорить по-французски читать французские книжки. Он говорил с ошибками и неизящно, но мог вполне удовлетворительно объясняться и выражать свои мысли. Но буду продолжать прерванный рассказ. Стихи, попавшие в колос, очевидно, написаны уже не специально для детей, а просто такие, какие нашлись тогда у Саши. Оба стихотворения коротенькие. Приведу второе, как более удачное. Водопад. С горы низвергаясь шумит водопад, блестящие брызги над пеной летят и шумом каскады, срываясь с брегов, уносят громады столетних дубов. Говоря о Вестнике, я не буду перечислять и оценивать всего того, что принадлежит Перу Саше, а буду указывать главным образом на характерные черты журнала. Вестник издавался три года. Начался он, когда Саше было тринадцать лет, прекратился, когда ему минуло шестнадцать. Это немалый период для такого юного возраста. Внимательное рассмотрение материала Вестника дает очень интересные результаты, указывая на рост развития Саши за эти три года. Тут особенно ясно обнаруживается, как медленно шло его развитие в смысле житейского опыта и зрелости и насколько быстрее развивались его литературные вкусы и способности. В шестнадцать лет Саша остался почти таким же ребенком, как и в тринадцать, его интересы, кроме литературных, остались те же. Он ни над чем еще не задумывался и никакие вопросы его не смущали. Правда, в декабрьском номере первого года издания Вестника редактор, обращаясь к подписчикам и сотрудникам, говорит, между прочим, так. Направление моего журнала совершенно определилось. Оно было в 1894 году чисто билетристического характера, но теперь я бы очень попросил господ сотрудников, чтобы кто-нибудь из них помещал в мой журнал в 1895 году статьи из более или менее выдающихся случаев общественной жизни. Тем не менее, журнал не изменил своего направления. За все время своего существования он отметил только два общественных явления. В первом году, в ноябре месяце, появилось экстренное прибавление к 1894 году журнала Вестник по поводу кончины Александра Третьего. На обложке был его портрет, а в тексте приложения небольшая статейка о кончине в бозе почившего государя императора Александра Александровича, составленная по новому времени редактором Александром Блоком и репортером журнала Ф. Кублицким. Тут же был и высочайший манифест Николая Второго. В виде иллюстрированного приложения к номеру подписчики получили портреты ныне благополучно царствующего государя императора Николая Александровича и высоконареченной невесты его, ее великогерцогского высочества принцессы Алисы Гессен Нассауской во святом миропомазания Александры Федоровны и портрет наследника цесаревича и великого князя Георгия Александровича. И стиль, и смысл статьи, и объявления объясняются, конечно, не столько верно поддонническими чувствами редактора, сколько желанием подражать новому времени. Другое общественное явление, обратившее на себя внимание редактора Вестника, был юбилей деда Андрея Николаевича Бекетова по случаю его 70-летия. Это уже просто дело семейное. В тексте и на отдельном листе помещены были печатные заметки из нового времени и Петербургской газеты и портрет профессора Бекетова. В этом же номере в отделе новости помещена краткая заметка о том, что по случаю коронации в гимназиях не будет экзаменов и ученики переводятся в следующий класс по удовлетворительным отметкам. Вот и все общественные вопросы, затронутые Вестником. Характерно и то, что сотрудники не отозвались на призыв редактора помещать статьи о более или менее выдающихся случаях общественной жизни. Главными сотрудниками Вестника состояли бабушка и мать Саши. Обе они были лишены так называемой общественной жилки, но отличались сильной склонностью к литературе. Дедушке было, конечно, не до сотрудничества в Вестнике, а кроме того, он относился к внуку как к ребенку и никогда не затрагивал с ним никаких серьезных тем ни общественных, ни житейских. Сам он со страстью относился к общественным вопросам, читал газеты, интересовался и внутренней, и иностранной политикой. Саша в те годы совсем не читал газет. Он изучал только объявления с юмористической точки зрения, что и заметно по Вестнику. Объявления начали появляться со второго года его издания, причем Саша все больше и больше ими увлекался. Объявления Вестника имеют по большей части или рекламный, или обиходный характер. Больше всего появлялась реклам об надоевшем в то время Геркулесе и о собаках. Саша изощрялся в придумывании разнообразнейших реклам в форме советов, диалогов, восклицаний и даже рисунков. Некоторые из его реклам очень остроумны и всегда придуманы в духе требуемого жанра. Попадались и такие объявления. Ключ от портфеля господина заведующего билетристическим отделом упал в Балтийское море. Кто найдет, тот получит приличное вознаграждение. Искать следует в порте города Гапсаля. Или в таком роде. Молодая особа, свободно говорящее на лягушачьем диалекте, ищет место недалеко от своей квартиры. Адрес грязные пруды недалеко от села на шахматово Московской губернии Клинского въезда. Было и такое объявление. Кто не желает сморкаться в дырявые платки, пусть купит новые. Что касается собачьих объявлений, то в этом случае Саша выказал большую изобретательность и не меньшую ребячливость. Наиболее показательное в этом отношении объявление об его любимице рыжей Сеттерихе Дианке, с которой он снят на нескольких фотографиях, в июльском номере 1895 года появилось на обложке объявление «Чудо из чудес Луна на земле в образе рыжей собаки. Адрес Николаевская железная дорога, подсолнечное село Шахматово». В сентябрьском номере того же года на обложке красовалось следующее сообщение «По новым исследованиям Луна имела 10 спутников. Впоследствии осталось только 3 из них. Из последнего можно заключить, что первое или Луна имеет очень малое притяжение или другие более сильные планеты оттянули спутников Луны к себе предоставляют читателям решение этого вопроса. Известный астроном-любитель А. Блок. И, наконец, в сентябрьском номере Вестника 1896 года редактору почти 16 лет на обложке помещено объявление жирным шрифтом с украшениями среди бесчисленных восклицательных знаков. Диана ощенилась 18 августа. Многочисленных объявлений о других собаках я не стану уже здесь приводить. Думаю, что приведенные выше в достаточной мере характеризуют тогдашний облик редактора Вестника. Остальные объявления менее характерны, а дел загадок, ребусов, шараты, обиходной рецептуры не представляет особого интереса, а потому я перейду к оценке литературного развития Саши, насколько можно судить о нем повестнику. Замечу, во-первых, что проза, в особенности самого реального содержания, удавалась Саше хуже стиху. Он делал заметные успехи в прозаических переводах. Вначале и выбор вещей, и формы их указывают на незрелость вкуса и неопытность переводчика. Большинство переводных вещей неплохо, но все переведенное в 14, даже 15 лет подходит к возрасту не выше 12 и даже 10 лет. Такова драма в двух действиях с прологом «Король пингвинов», появившийся в первый год издания Вестника, а также другие многочисленные рассказы, сказки и прочее. Все это годится для детей или младшего, или среднего возраста. Самые переводы по мере опытности автора становятся все смелее, свободнее и правильнее. В мае месяце 1895 года появляется в числе переводов первая серьезная и литературная вещь, а именно «Орфей» и «Эвредика», «Овидия», переведенная с подлинника и для такого возраста очень недурно. В следующем номере того же года есть сказание о Кожемяке, переведенное со славянского. В феврале 1896 года помещен отрывок из романа Бальзака «Эжени Гранде» «Смерть скупца». В июле 1896 года появились стихи Гюго «Бабушка». Перевод правильный, вполне удовлетворительный. В последнем номере Вестника январь 1897 года помещен Сашин перевод первой песни Энеиды с подлинника с заголовком из Марона и эпиграфом из Пушкина «Люблю с моим Мароном» и так далее. Примечание из стихотворения Пушкина «Городок» 1814 год. Перевод сделан значительно лучше Орфея и Эвредики. Привожу для сравнения отрывки из обоих переводов. Из Орфея и Эвредики уходит Бог Гименей через эфир необъятный, певец Родопейский тщетно зовет его, правда пришел он, но ни по желанию он не принес ни лица выражения веселого, ни предсказания вечного счастья и факел, который держал он ужасный, дым испускал и не мог от движения вспыхивать даже. Из Энеиды «Древнюю силу троянцев пою-воспеваю героя, долго скитался Эней по глубоким волнам океана, мучимый голодом брошен на берег пустынного моря, берег Лавиния славного града Италии древней». Перехожу от переводов к оригинальным сочинениям Саши. Сначала о прозе. Его роман «По Америке» или «В погоне за чудовищем», помещенный в 1894 году Вестника, есть неуклюжее подражание Жюлю Верну с примесью Майнрида. Никакого романа нет, огромождение ужасов, событий и смертей в перемешку с плохими описаниями тропической природы. Таково содержание романа. Форма тоже очень слаба. Помещенный в 1895 году уголовный рассказ «Месть за месть» написан уже значительно лучше. Умереннее и естественнее, но все-таки явно указывает на то, как несвойствен автору этот жанр, целиком заимствованный из книг. Помещенный в январском приложении 1894 года отрывок из летних воспоминаний гораздо выше. Это объясняется тем, что он написан по личным впечатлениям и лишен всякого содержания, кроме лирического. Привожу отрывки. Вечер темнеет, мы только что пообедали, жаркий июльский день, стол, стоящий на балконе, еще покрыт скатертью, широкая развесистая липа тихо шумит, покачиваясь от легкого ветерка. Все выходят на дорогу. Вот первая звездочка мелькнула на небе. Все тихо, тихо. Дальше идет описание местности, которой я опускаю, переходя к следующему отрывку. Все предвещает грозу. И вот начинаешь прислушиваться. Слышен крик ястреба, стук телеги на большой дороге, станция за 15 верст, слышен стук паровоза. Затем следует описание грозы и возвращение домой, и переход к другому настроению. Прошло два года, зима, вьюга на улице, ветер воет. И воспоминается тот вечер и тянет снова в деревню. Скоро ли теплое благодатное лето с треском кузнечков на жнитве, с полным ликом луны, смотрящим из-за березы в саду с душистыми липами, а на улице снег падает хлопьями, летает и кружится в вихре. В этом отрывке не все одинаково удачно, хуже всего описание грозы, которое я выпустила. Конец довольно банальный, но простота, краткость и некоторые черточки в описаниях уже приближают его к литературе. Очень мила Сашина сказочка летом, помещенная в январском приложении 1895 года. В ней много собственной выдумки, написана она совсем просто и приключению жуков, составляющие ее содержание, и до сих пор могут быть интересны дети младшего и даже среднего возраста. По форме, да и по замыслу эта вещь значительно выше приведенного мной отрывка, сочиненного годом раньше. Это уже настоящая детская сказка, написанная с большим знанием природы и не без юмора. Чтобы покончить с Сашиной прозой, упомяну о двух его статьях, появившихся в 1896 году, о начале русской письменности «Март» и рецензии выставки картин Императорской академии художеств. «Апрель». Первая статья написана очень популярно, толково и коротко. Отзывы о картинах указывают на несомненный интерес к живописи. Суждения, в общем, верны, но не оригинальны, однако по ним уже видно, что художественное развитие Саши было в 16 лет значительно выше уровня среднего зрителя более зрелого возраста. Перехожу к стихам. В 1894 году появилось пять стихотворений Саши. Они двоякого рода. Два из них «Боевое судно» «Сентябрь» и «Судьба» «Декабрь» эпические с героическим оттенком. Этот жанр совсем не удался Саше. Стихи вышли непрочувствованные, неуклюжие, совсем не самостоятельные. «Судьба» написана трудным размером замка Смальгольм, который местами не выдержан. Влияние замка Смальгольм заметно на многих оборотах и образах стихотворения. Все это было бы не беда, если бы самый замысел баллады был интереснее задуман. Но это не вышло. Саша взял слишком трудную тему, для которой у него не хватило ни зрелости, ни фантазии. Привожу несколько характерных и более удачных выдержек. На вершине скалы показался огонь, разгораясь сильней и сильней. Из огня выступал огнедышащий конь, и на нем рыцарь мрачных теней. Он тяжелый десницей о шею коня оперся и в раздумье сидел, из железа его дорогая броня, и на землю он мрачно глядел. И загробным он голосом мне говорит, «Стань, проснись, подымись и пойдем, я судьба, от меня никуда не уйдешь, всех убью я железным копьем». Рыцарь мрачных теней являлся три ночи неузнанной. На четвертую ночь он привел свою дочь смерть в белом всю и с косой на плечах и открыл свою тайну. «Ты не слышал меня, ты не понял меня, вот пришла и четвертая ночь, и тогда оседлал я другого коня, и привез я к тебе свою дочь». И приблизилась смерть, и по мне, по всему пробежала холодная дрожь, и последнее слово сказал я ему, от судьбы никуда не уйдешь. Боевое судно, август, проще по замыслу, но картина бури и гибели боевого крейсера тоже не удалась, Саша, привожу выдержки. Несется он рулю покорной, клубится пена вслед за ним, и океан шумливый, бурный, не скоро может сладить с ним. Описание бури начинается следующей, неудачной эстрофой. трещат брамстеньги, мачты клонит, вокруг кичится океан, в снастях безумно ветер стонет, густым становится туман, волна пришла, залиты люки, вода в каюту шумом льет, о, сколько горя, слез и муки волна безумная несет. Боевое судно гибнет, стихи заключаются следующими строками. Бушует ветер в скалах пустынных, несется чайка над водой, и океан шумливый, бурный, слился в протяжный тяжкий вой. Все эти картины надуманы и написаны не с натуры, потому вероятные формы стихов так плоха. Лирические стихи вообще лучше эпических. Почти все они антологического характера. В некоторых уже чувствуется лиризм и передано известное настроение. Первое стихотворение «Весна», февраль 1894 года, еще довольно неуклюже, но в нем есть совсем простые искренние строки, чего вовсе нет в эпических стихах, приведенных выше. Вот начало этого стихотворения. Весною, раннюю, порою, когда блестит в траве роса, и белоснежной переною задернуты бывают небеса, когда жужжит в траве назойливая муха, и эхо песни птичек отдает, и из травы показывает ухо слепой работник, старый крот, все полно жизни, свежей влагой веет, от листьев и травы закапанных росой, и распускаясь зеленеют леса, и пчелок вьется рой, и так далее. Помещенное в сентябрьском номере стихотворения серебристыми крылами уже напечатано в моей биографии. Форма его значительно лучше предыдущего, оно даже музыкально, но лиризма в нем еще нет. Стихотворение «Вечер», помещенное в одном из приложений 1894 года, автору 14 лет, по форме подходит к предыдущему, во всяком случае не ниже его, а по настроению выше, привожу его целиком. Вечер, ночь идет, заходит солнце, не блестит лесной ручей, а в лесу на ветке дуба песню грянул соловей, лес уснул, кругом прохлада, звончи пение соловья, встань под зелень старой ели и послушай шум ручья, и прислушайся, как звонко он по камешкам бежит, за волной волна вдогонку шлавливо как спешит, но зима заменит лето, все погибнет подо льдом и не даст тебе ответа соловей в лесу глухом. Привожу целиком и последнее из помещенных в этом году стихотворений «Осенний вечер». В нем есть совсем хорошие строки и размер рисует настроение, но конец слабее начала. Вот оно, осенний вечер. Цветы полевые завяли, не слышно жужжание стрекоз, и желтые листья устлали под ножи столетних берез. Звезда за звездою катится, и тонет в лазури она, роса на траве серебрится, в прозрачном тумане луна, и звон колокольный далеко несется, гудит за рекой, и темное небо глубоко, и месяц стоит золотой. Лирических стихов Саши в Вестнике больше не появлялось. В 1895 году есть два эпических стихотворения, оба очень слабы. В феврале помещен лесной гигант, качая темную главой, лесной гигант стоял, своей пахучью смолой он землю орошал, на нем годов уж виден след, и просит смерти он, и внял Господь на небесах мольбам высокой ели, и пал гигант, сраженный в прах на маховой постели, и так далее. Помещенный в январском приложении водопад совершеннее по форме, но лишен искренности и непрочувствован. По мысли автора водопад подточил утесов с воды и в стремлении их унес, но как будто мстя за брата весь утес свалился вниз и чернеющий громадой над пучиною повис, и пучино вот смирилось, водопад замедлил бег, там, где лишь волна катилась, уж проходит человек, и по руслу водопада, где ужасный шум умолк, меж уступами громады лишь струится ручеек. Тут и Пушкин, и Лермонтов, но Блока пока вовсе нет, и все вместе слабо. Все последующие стихи Саши, помещенные в вестнике, носят юмористический характер. Этот жанр ему и тогда удавался. Приведу два стихотворения. Первое было помещено в октябре 1895 года. Горько рыдает поэт, сидя над лирой своею разбитой, лирой венками когда-то увитой, всеми покинутой, всеми забытой. Муза ушла от него. Стих его рифмою дышит пустою, счастливо время поэта былое, страшно грядущее все роковое. Время поэта прошло, плачет он горько над лирой разбитой, лирой когда-то венками увитой, всеми покинутой, всеми забытой. Декадентские стихи А. Блок Эти стихи носят явный след влияния классической формы. В июньском номере 1896 года появились стихи, посвященные Диане, собаке, с особым посвящением в старинном стиле. Привожу целиком эти стихи, как лучший образчик Сашиной юмористики того времени. Посвящается Диане. Полон гнева и клубники я стоял меж гряд зеленых, меж цветами повелики близ дорожки запыленной, розы пышные олели, аромат распространяли, и пастушьи песни трели, то гремели, то смолкали. Но ни к пастырю в долине я не мог свой слух склонить, ни к раскидистой рябине взор умильный обратить, сильным гневом распаленный наконец я так устал, что с улыбкою надменной на кровать свою упал и подобно черной тучи грозной молнией дышал, но смиряя гнев свой жгучий я до вечера проспал, я проснулся. Все клубника багровела меж листов и белела повелика, обвиваясь в круг цветов, и тот час же грустью нежной переполнилась душа, ах, зачем мой гнев безбрежный, как природа хороша, а блок. Посвящается Диане. Сии стихи мой друг бесценный к тебе из-под пира текут, и я рукою дерзновенной вручаю Диане драгоценной бесхитростный, но честный труд, а блок. Видя пояснение к этим стихам, сообщаю, что пейзаж его и вся обстановка взяты с натуры. Пышные розы действительно олели на кустах видневшихся из окна тогдашней Сашиной комнаты. Из этого низкого окна Саша выпрыгивал прямо в сад и отправлялся влево, где за кустами роз шла солнечная лужайка, засаженная грядами клубники, которую с каким-то особым искусством умела выводить бабушка. Тут же была и повелика, и запыленная дорожка, которая выводила в другую часть сада, а внизу лужайки против Сашиного окна росла развесистая рябина, да и трели пастушьи песни, то есть рожка, ежедневно раздавались с дальних лугов из-за ручья, протекавшего в долине и под горой. Последний номер Вестника вышел в январе 1897 года. Он издан роскошно, формат в полтора раза больше обыкновенного, почерк, которым написан он, великолепен. Графологам было бы интересно сравнить его с почерком первых годов издания Вестника. Картины в тексте, снимки с греческой скульптуры особенно тщательно выбраны. Номер интересно составлен. Кроме сашного перевода из Энеиды, в нем помещен отрывок и сочинение Сергея Михайловича Соловьева «Месть». Всего несколько строк, но не без эффекта. Автору было в то время 12 лет и три очень толковых рецензии Фироля Кублицкого о популярных книгах Дементьевой. Сергей Михайлович Соловьев, племянник философа и сын Михаила Сергеевича Соловьева, женатого на нашей двоюродной сестре. В конце номера приложен лист карикатурных рисунков, пером работы издателя, очень талантливых, интересных еще тем, что в них есть несомненное предчувствие двенадцати. Сбоку скромная надпись «Северная зима» в очень плохих эскизах. Тут и ветер, воющий пес и городовой, но все это была лебединая песня Вестника. Несмотря на благодарность редактора сотрудникам и подписчикам в ответ на помещенный в этом же номере адрес, поднесенный ему по случаю слухов о прекращении Вестника и на объявление об условиях подписки на следующий год, журнал перестал издаваться по очень простой причине. Возня с рукописями, переписыванием, картинами и прочим, надоело редактору. Ему приелась игра в журнал. В 16 лет у него явились новые интересы театр, товарищи, наступила пора возмужалости и романтических грез, предшествовавшая встрече с К.М.С. и первому роману. Смотри мою биографию и цикл стихов через 12 лет. В бумагах покойной сестры Александра Андреевны нашла я еще одно стихотворение Саши, относящееся к вышеупомянутому периоду. Написано оно летом 1896 года в 15 с половиной лет и почему-то не вошло в вестник, а между тем настолько хорошо, что я приведу его целиком. Воспоминания о первых днях шахматовской весны 1896 года. Первые числа июня Июньский день угас, поднялся ветер шумный, листы дрожащие он рвал и разносил, и сердце наполнял тревогой безумной, а радость тихую из сердца уносил. И в этом ветре слышались мне звуки, как будто где-то колокольчик пел, унылый звон его напоминал разлуку, сквозь воздух резкий сумрачно летел. И голос ветра был такой печальный, так дико он летал над рощей молодой, казалось, стон его был песнею прощальной природы сумрачной с желанной весной. Природа вся, казалось, побледнела, поблекли все весенние цвета, и смерть незримая в том месте тяготела, где некогда блистала красота. А. Блок. Писем, соответствующих периоду существования вестника, сохранилось немного. Одно из них уже приводилось мною о первом посещении Александринского театра. В письме от 2 сентября 1894 года, почти в 14 лет, Саша описывает бабушке день своих именин, 30 августа. Мне было страшно весело. У нас обедал Евгений Осипович, романовский друг Бекетовского дома, дядя Адась, муж сестры Софьи Андреевны, и тетя Липа, моя подруга по гимназии. Все люди по меньшей мере зрелого возраста. Подробно описаны многочисленные подарки, принесенные и присланные родными и друзьями. Последняя страница посвящена двум домашним собакам, о которых обстоятельно и любовно рассказано. Письмо к бабушке в шахматах от 2 сентября 1895 года, около 15 лет, чуть-чуть повзрослее. Привожу выдержки. Я уже порядочно соскучился о тебе. В Петербурге время тянется очень долго. Шахматовский месяц соответствует здешним двум неделям. Тем не менее, тут вовсе не скучно. В гимназии довольно весело, и у меня много интересных занятий, выпиливания, езда в город, а главное переплетание книг. 30 августа мама мне подарила настоящие переплетные инструменты и так далее. Полстраницы посвящено очередной домашней собаке. В заключение вопросы. Как поживают мальчик, лошадь, Диана и орелка, собаки, а также колодезь? Летом 1896 года в 15,5 лет Саша ездил на Нижегородскую выставку вместе с Фиролем и его родителями. Привожу выписки из письма его к матери из Нижнего от 8 июля 1896 года. Я не ожидал от выставки и от самого Нижнего такой цивилизации. В Москве сравнительно с ними такая пыль, грязь и духота, что ужас, Волга удивительно красива. Вообще невозможно описать всех моих впечатлений, лучше я расскажу их после. Затем подробно и толково описано, как ехали по железной дороге от Москвы до Нижнего, вчера весь день был на очень интересной выставке и так далее. Что-то не помню, чтобы Саша много рассказывал о своих впечатлениях, вернувшись с выставки. Во-первых, ему было не до разговоров, в шахматове было слишком много интересных занятий, а во-вторых, он не умел еще обобщать факты, разбираться в своих впечатлениях и даже не отдавал счета в том, что, собственно, поразило его на выставке. Жил он тогда бессознательно, как во сне, говорил он сам про себя уже в зрелые годы. Он и не подозревал ничего о мире, о том, как живут вообще люди, а наша семья была очень исключительная. В Бекетовском доме, именно в доме моих родителей, всегда было как-то весело, интересно и своеобразно, жили совсем, не соображаясь с тем, что скажут, многое делали, что называется, не по-людски, но зато какое отсутствие обывательщины, рутины, буржуазности. Неудивительно, что мальчик с такой богатой натурой, как Саша, вполне удовлетворялся атмосферой нашей семьи. Зимой он не терял с ней связи, да и мать его была ярким воплощением этой самой атмосферы, а летом в Шахматове жизнь среди природы в той же милой среде создавала для Саши один сплошной праздник. Когда он приезжал в Шахматово с матерью уже гимназистом, значит, довольно поздно, в июне или в конце мая, он чуть не кубарем выкатывался из экипажа, стрелой пробегал через переднюю столовую на балкон и мчался дальше, в сад, к пруду, чтобы скорее осмотреть любимые места и насытиться первой радостью созерцания и чувства простора и воли, которая охватывает всякого в благодатной глуши русской деревни. Как он радовался тогда всякой мелочи, как наслаждался всем обиходом, всей обстановкой шахматовского житья, с какой любовью устраивал свою крошечную комнату, расставлял свои несложные вещи, садовые инструменты и прочее. Портрет его с Дианкой в гимназической блузе, снятой в 14 лет, живо напоминает эти светлые дни его жизни. Он здесь не в красе, стоя против солнца, сощурил глаза и сделал гримасу, но свободная поза и вся обстановка этого снимка дают полное понятие об его тогдашнем настроении. Фотографию снял мой покойный двоюродный брат Владимир Николаевич Бикетов. На этом снимке Саша стоит на лужайке за флигелем, день очевидно жаркий, что видно по Сашиной парусиновой блузе и по высунутому языку Дианки. Группа, снятая на ступеньках шахматовского балкона, тоже кузеном Бикетовым относятся к тому же лету 1894 года, как и снимок Саши с Дианкой у ржаного поля. Рядом с Сашей дедушка, между ним и Сашей сестра Александра Андреевна. Старик, стоящий сзади, наш дядя Бикетов. На кресле в капоте, опираясь на палку с корзинкой, сидит бабушка, а за ней стою я. То, что Саша весь в летнем, а бабушка даже не надела на голову кружевной косынки, которую обычно носила, показывает, что время исключительно жаркое. Нельзя сказать, чтобы группа вышла удачно. У всех безразличие очень некрасивые и более-менее старообразные лица, но снимок отчетливый и все вместе дает понятие о шахматовском доме и о Саше в его отроческие годы. Летом 1894 года, когда снималась описанная мною группа, Сашиных двоюродных братьев не было в шахматове, они уезжали с матерью в гапсель, но и без них Саше было весело и интересно. Судя по записям в его записной книжке, видно, что гулял он обыкновенно с дедушкой, так как мы с сестрой были очень заняты переводами, а в доме гостил очень милый, но довольно тяжелый на подъем гостья, моя подруга по гимназии Олимпиад Николаевна Галанина, так называемая тетя Липа, о которой скажу потом более подробно. Занятия Сашины были разнообразны. Во время дальних прогулок с дедушкой они искали новый вид растений, есть целая страница, заполненная латинскими названиями цветов с краткими пояснениями. Среди лета дедушка сделал Саше змея, разрисовав акварелью лист пищи бумаги. Они вместе его клеили и ладили, а потом пускали с большой лужайки за шахматовским садом. Подробно описаны все перипетии первого полета и то, как змей несколько раз обрывал нитку и улетал в лес, а также другие полеты удачные и неудачные. В это же лето Саша увлекался ловлей жуков и накалыванием их на булавки. Читал он в то лето какой-то роман Купера и приключения Финна Марка Твена. Одним из самых интересных занятий было пускание по пруду игрушечной лодочки. Подробно описано пускание лодки 19 июня, причем употреблены настоящие морские термины и все время говорится как об настоящей а не игрушечной лодке. Марсы надулись, получился сильный крен, лодка показала киль и так далее. В числе серьезных занятий работа в саду. Саша косил, рубил топором ветки, окапывал новые цветники с розами. Кроме того, он ездил с дедушкой за 12 верст в большое торговое село Рогачево. Там очень весело. Мы купили пряников и орехов. Возвращаясь из Рогачево, мы с Дидей нашли цветы, не встречающиеся в шахматове и его окрестностях. Еще запись. Я поеду на Тихвинскую ярмарку в Глухово, в Тарантасике, на Графчике и буду сам править. Село за 7 верст от шахматова. Графчик лошадь. Вернувшись с этой интересной прогулки, он еще катал в Тарантасе меня и тетю Липу. Время от времени попадаются краткие записи. Мама переводила стихи, тетя Маня с бабушкой тоже, или бабушка вчера отправляла рукописи, мама кончила перевод и так далее. Все мы работали тогда в журнале Вестник иностранной литературы. В этой же книжке тщательно записаны буриме, которые сочиняли мы в часы досуга и в дурную погоду. Примечания. Буриме стихотворения написаны на заранее подобранные рифмы, как правило, общие для нескольких участников конкурса. Тексты этой записной книжки опубликованы. Владимир Орлов, Здравствуйте, Александр Блок, Ленинград, 1984 года, страница 122-136. Эта игра была у нас в ходу с детства. Тут же шуточные стихи, сочиненные мамой на происшествие, случившееся весной. Дождь идет, извозчик пьяный, спит на козлах прикорнув. Жак деньщик отменно рьяный, прокричал рукой махнув «Эй, извозчик!» и так далее. Есть записи юмористических стихотворений, появившихся потом в Вестнике. Привожу одно из них. Велосипедисты, о радость, немифты и грезы встают, по улицам свифты повсюду снуют. Восторгом объятый и бравый на вид спортсмен бородатый ногами стучит. И носится дико он в полную рысь. Прохожий сверни-ка, не то берегись. Сменилась забота на счастье часы, лишь воют с чего-то столичные псы, кудрявый сатирик. Все эти записи относятся к весне и лету 1894 года, это 13,5 лет. Саша был тогда в большой дружбе с вышеупомянутой тетей Липой, девушкой лет 30, очень маложавой на вид. Знакомство это началось гораздо раньше, еще при няне Соне. Тетя Липа была городская учительница и жила далеко не роскошно, но отличалась бесконечно легким и веселым характером. У нее была юмористическая жилка, которая проявлялась на каждом шагу. Рассказывала ли она что-нибудь или делала какое-нибудь замечание. Все выходило у нее как-то комично, не только по смыслу, но и по тону и мимике. Детей она смешила неудержимо, и это выходило у нее невольно, само собой. Саша очень ценил ее общество. Бывало, сидим мы вместе за чаем в гренадерских казармах в доме матери Саши. Тетя Липа усядется рядом с Сашей и под шумок говорит ему что-то смешное, а он то и дело обращается к матери и сообщает «Мам, а мам, а что тетя Лип говорит? Та даже удивится иногда. Да что же я такого сказала? А Саша веселится. Вообще в ней было что-то праздничное и вместе уютное. Она была близка у нас в доме и одно время часто гостила в шахматове. Об ней мне придется говорить и в дальнейшем, а пока я буду продолжать свой рассказ». Записи книжки 1894 года отражают все Сашины интересы того времени. В ней есть подробное описание одного дня 25 мая, который он провел особенно весело. Утром Саша успешно выдержал последний экзамен латинский и перешел в пятый класс. Весь остальной день он провел с двоюродными братьями Фиролем и Андрюшей, а вечером с ними же был в зоологическом саду. И звери, и представления на открытой сцене и другие подробности записаны с величайшей точностью, но без всякой литературной окраски, так сказать, фотографически. Интересно отметить, что среди отрывков дневника правил французской грамматики, латинских и греческих фраз и прочего вдруг попадают слова итальянской песенки «Виэнни ля баркая пронта» «Приходи, лодка готова» и два цыганских романса «Ночи безумные» и «Вновь пред тобою». Не помню, в чьем исполнении он все это слышал, но вкус к такого рода пеню очевидно рано у него проявился. Глава третья. Конец отрочества и ранняя юность. В зиму, предшествовавшую лету 1894 года, на котором я так долго останавливалась, Саша в первый раз видел игру драматических артистов. Увлечение сценой пошло очень быстро. В течение зимы он видел еще несколько пьес, а летом 1895 года устроен был в шахматове первый спектакль с постановкой спора греческих философов об изящном Казьма Прутков. Лет около пятнадцати в пору первых романтических грез обнаружилось у Саши пристрастие к Шекспиру, тогда началось чтение монологов из Гамлета и Отелла. Весной 1897 года наступил важный момент в Сашиной жизни поездка в Наугейм встреча с КМС смотри мою биографию страницы сорок восьмая и первое увлечение Саша сопровождал больную мать и меня в Наугейм только для удовольствия ему было тогда шестнадцать с половиной лет дорогой он очень интересовался поездами и видами из окна Наугейм ему чрезвычайно понравился он пришел в веселое настроение и потешал нас своими словечками и шаловливыми выходками помню один из первых вечеров когда мы сидели на террасе какого-то большого отеля метр дотель торжественно разрезал и подавал нам очень старую и жесткую курицу когда мы начали ее есть Саша сказал это старшая супруга петуха а потом значительным тоном добавил не все что старо то хорошо Сашины выдумки и дурачество сильно скрашивали нашу довольно-таки скучную курортную жизнь в Наугейме было много людей с больными ногами и неправильной походкой идя втроем на ванны или на музыку мы часто встречали одного и того же видного господина с больной ногой пропустив его вперед и идя непосредственно вслед за ним Саша в точности перенимал всю его повадку несколько сгорбленную спину манеру класть руку за спину и походку с откидыванием правой ноги это было так смешно что мы с сестрой помирали со смеху но вся эта безмятежность исчезла с тех пор как явилась она тут начались капризы мрачность словом все атрибуты влюбленности тем более что Сашина мать была еще слишком молода и неопытна чтобы отнестись к его роману с мудрым спокойствием и ее тревога действовал на Сашу капризы и мрачность его проявлялись конечно по-детски помню как он пришел с вокзала проводив свою красавицу в руках у него была роза подаренная на прощание он с расстроенным и даже несколько театральным видом упал в кресло загрустил и закрыл глаза рукой мы с матерью бросились его развлекать и довольно скоро достигли цели в Россию мы возвратились привесело не подозревая о той беде которая стряслась в наше отсутствие так как дедушкину болезнь от нас скрыли в шахматове ждала нас печальная картина вместо веселого бодрого дедушки неутомимо сопровождавшего внуков во всех их походах мы увидали беспомощного и жалкого старика в больничной обстановке самое трудное время уже миновало когда мы приехали дедушка чувствовал себя несколько лучше и уход за ним был налажен болезнь деда не нарушала однако жизни внуков они по-прежнему веселились и никто их не останавливал просили только не шуметь если дедушка спал по соседству он разумеется рано ложился спать вечерний чай происходил уже без него помню один вечер когда пили чай за запертой дверью через комнату от его спальни на мальчиков нашел особенно шаловливый стих именно потому что нужно было соблюдать тишину беззвучно хохоча они проделывали тысячу глупостей вроде обливания друг друга из лейки стаскивания сапога под столом и так далее по временам кто-нибудь из них выскакивал в окно и потом лез обратно словом шалостям не было конца и все эти ребячества уживались у Саши с романтическим настроением и переживаниями первой любви вскоре после нашего возвращения из Наугейма сестра Софья Андреевна уехала вместе с сыновьями за границу мы остались одни после отъезда братьев Саша впал в романтическое настроение он зачитывался Ромео и Джульетта и стал изучать монологи Ромео особенно часто декламировал он монолог последнего акта в склепе о недра смерти желание играть охватило его с необычайной силой ему было решительно все равно перед кем декламировать лишь бы было хоть подобие публики сохранилась следующая широковещательная афиша написанная Сашиной рукой в конце лета сегодня 8 августа 1897 года артистам частного шахматовского театра будет произнесен монолог Ромео над могилой Джульетты на открытой сцене сцены изображают часть кладбища в парке предназначенного для семейства Капулетти гробов не видно и они предполагаются со стеклянными крышками кроме гроба Джульетты который открыт на заднем плане ограда кладбища сумерки в то время дедушку возили в кресле он едва лепетал и совершенно впал в детство но обожая Сашу интересовался всем что его касалось поэтому он присутствовал при чтении монолога вместе со своим служителем больной дедушка со слугой Сашина мать и я вот и все зрители монолог читался в саду без костюма никакой декорации не было зрители разместились в аллее Саша встал на бугор над впадиной луга и приняв отчаянную позу выразительно и красиво прочел монолог много раз говорил он его потом уже без всякой афиши приехав в Петербург в августе Саша написал матери остававшейся еще некоторое время в шахматове обстоятельное письмо с описанием своих гимназических занятий письмо от 20 августа 1897 года Саше было около 17 лет начинается с описания неинтересных домашних дел и подробно в описании уроков в гимназии потом идет более интересная часть сегодня на французском языке кричали Vive la France Vive Félix 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 да здравствует Франция да здравствует Феликс Фор француз был доволен и благодарил примечание Феликс Фор 1841-1899 был в эти годы президентом Франции в 1897 году приезжал в Россию он знал где наугейм чего я не ожидал от него он дурак вообще на гимнастике нам сказали что мы основа гимназии на что мы отвечали мяуканьем по обыкновению космографии учитель новый зовут его Сиамец говорят он свинья это покажет будущее грек и латинист по-прежнему благоволят ко мне Кучеров притащил из Финляндии огромный финский нож и подарил его мне Галкин он подарил такой же он очень удобен для роли Ромео то есть не Галкин а нож мы было сидели в старом классе но нас переводят в помещение восьмого там мы в своей компании а именно направо Кучеров затем по странам Галкин Лейкин Фос Гун и другие класс огромный для восьмого 34 человека выпуск будет особенно большой сегодня я ехал в конке и видел артиста и артистку они ехали на финляндский вокзал и рассуждали о том как трудна такая-то партия и о других интересных вещах гимназия надоела страшно особенно с тех пор как я начал понимать что она ни к чему не ведет ты просила меня писать про настроение оно было все время хорошее но теперь скверное отчасти от погоды а также от других причин гимназия совсем не вяжется с моими мыслями манерами и чувствами впрочем что ж я наблюдаю там типы купцов хлыщей заблудык и прочее а таких типов много я думаю больше и разнообразнее чем в каком-нибудь другом месте другой гимназии приведу еще одну интересную запись касающуюся описываемого мною периода Сашиной жизни это так называемое признание то есть анкетный лист с вопросами ответы на которые написаны Сашиной рукой еще летом 1897 года после печатной надписи признания идут вопросы и ответы главная черта моего характера нерешительность качество которое я предпочитаю в мужчине ум качество какое я предпочитаю женщине красота мое любимое качество ум и хитрость мой главный недостаток слабость характера мое любимое занятие театр мой идеал счастья непостоянство что было бы для меня величайшим несчастьем однообразие во всем чем я хотел бы быть артистом императорских театров место где я хотел бы жить шахматово мой любимый цвет красный мой любимый цветок роза мое любимое животное собака и лошадь моя любимая птица орел аист воробей мои любимые писатели прозаики иностранные прочерк мои любимые писатели прозаики русские гоголь пушкин мои любимые поэты иностранные шекспир мои любимые поэты русские пушкин гоголь жуковский мои любимые художники иностранные прочерк мои любимые художники русские шишкин волков бакалович примечания ефим ефимович волков 1844 1920 и степан владиславович бакалович 1857 1919 под вопросом малоизвестные художники мои любимые композиторы иностранные прочерк мои любимые композиторы русские прочерк мои любимые герои в художественных произведениях гамлет петроний тарас бульба мои любимые героини в художественных произведениях наташа ростова мои любимые герои в действительной жизни иоанн 4 нерон александр 2 петр 1 мои любимые героини в действительной жизни екатерина великая. Мои любимые пища и питье, мороженое и пиво. Мои любимые имена — Александр, Константин и Татьяна. Что я больше всего ненавижу? Цинизм. Какие характеры в истории я всего более презираю? Малюта Скуратов, Людовик XVI. Каким военным подвигом я всего более восхищаюсь? Леонида и трехсот спартанцев. Какую реформу я всего более ценю? Отмена телесных наказаний. Каким природным свойством я желал бы обладать? Силой воли. Каким образом я желал бы умереть? На сцене от разрыва сердца. Теперешнее состояние моего духа — хорошее и почти спокойное. Ошибки, к которым я отношусь наиболее снисходительно. Те, которые человек совершает необдуманно. Мой девиз — пусть чернь слепая суетится, не нам, бессильной, подражать. Примечание. Из стихотворения Пушкина «Добрый совет» 1817 год под вопросом. Так далее. Александр Блок. На следующем зимнем сезоне, а именно 4 декабря 1897 года, был устроен в доме сестры Софьи Андреевны спектакль, на котором разыгрывалась французская пьеса «Ля Биша. Грамматика» и «Спор греческих философов об изящном» из Козьмы Пруткова. В первой пьесе Саша играл роль тупоумного и одураченного президента Академии, которому подсовывают черепки битой посуды, принимаемые им за обломки подлинных римских ваз. А роль буржуа, добивающегося места депутата, которому мешает плохое правописание, играл фироль. В пьесе участвовал еще троюродный Сашин брат Недзветский, игравший лаке, и его сестра Оля, игравшая дочь будущего депутата. Роль ее жениха исполнял правовед младших классов Пелехин, а лицо без речей Садовника играл Сашин кузен Андрюша. Для этого спектакли устроены были подмостки, и занавес пьесу обставили очень внимательно. Режиссером была сестра Александра Андреевна. Бутафорскую часть взяла на себя милая гувернантка Фироля и Андрюши, мадемуазель Мари Кюх. Пьеса, полная комических положений, имела успех. Восьмилетняя Олечка Недзветская, изображавшая взрослую барышню, конечно, не могла еще играть, но роль свою знала. Все остальные участники были вполне удовлетворительны, местами даже комичны. Саша, которому недавно исполнилось 17 лет, оказался старше всех остальных артистов. Он был очень представителен в своих сединах с бакенбардами, причем сильно напоминал своего деда Льва Александровича Блока. Играл толково, хорошо держался на сцене и с должным пафосом произнес свою дурацкую речь над мнимым обломком лакрематории. Вазы, в которую роняли слезы римляне. Публика много смеялась во время этого комического момента, но наибольший успех выпал, кажется, на долю фироля, который был необычайно смешон, когда появился скачном капусты и большой свеклы в руках, сохраняя при маленьком росте и искусственно утолщенном брюшке, чрезвычайно солидный и важный вид. Вся его роль была комична, так что публике было над чем посмеяться. Философы тоже понравились. Эта сцена была очень красиво поставлена. На жертвенниках курились какие-то благовония, вероятно, одеколон, а пол был усыпан бумажными розами, сделанными руками мадемуазель Мари. Спектакль был повторен у Недзветских в том же сезоне. Саша был тогда уже в восьмом классе. Весной 1898 года он кончил курс гимназии, после чего снялся в той самой фотографии Мразовской на Невском, где выставлены были прекрасные портреты Долматова в роли короля Лира. Саша был большой поклонник этого артиста, так что ему было особенно приятно сниматься именно у Мразовской. Портрет его вышел, однако, не очень удачно. Он довольно плохо отделан. Саша был тогда в периоде любовных мечтаний и некоторого фронтовства. В белые ночи гулял он по Невскому и по островам вместе с двумя товарищами, Гуном и Фоссом. На этом портрете, пожалуй, никто бы ему не дал 17,5 лет. Он скорее похож на 16-летнего мальчика, что и было на самом деле. Саша был моложав до последних лет своей жизни, когда стал расшатываться его крепкое здоровье. Больше мне нечего сказать об этом портрете. Прибавлю несколько слов относительно выбора того, что декламировал Саша в те годы. Из Гамлета он выбирал чаще всего монолог «Быть или не быть». Из Отелла только рассказ перед Сенатом. Несмотря на большое пристрастие к Макбету, он никогда не брался за эту роль. И вообще в его репертуаре были только лирические или философские темы. Героических вообще действенных моментов он не брал. Во время сезона 1897-1898 года Саша продолжал изучать роль Ромео. Он задумал поставить в шахматове сцену перед балконом и в ближайшее лето с жаром принялся осуществлять эту трудную затею. Несоответствие нашей обстановки его не смущало. Главное затруднение было в том, что некому было играть Джульетту, так как ни молодых барышень, ни дам в нашем обиходе решительно не было. Кончилось тем, что роль эту пришлось поручить все той же тете Липе, которая и на этот раз оказалась в шахматове. Ни наружность ее, ни голос, ни манера не соответствовали роли. В молодости она с успехом играла в любительских спектаклях роли комических старух в бытовых пьесах. Стихов она произносить не умела, но Саша мирился совсем, лишь бы было к кому обращаться и получать реплики. Начались приготовления. Саша давно уже знал свою роль, но тетя Липа, конечно, не знала, и мне пришлось учить ее хотя бы толково и с должными ударениями произносить стихи. Тон ее был безнадежно бытовой и реальный, но уж тут я была бессильна. Костюм для Джульетты мы соорудили очень сносный, что-то светлое с жемчужными бусами на открытой шее и в белокурых волосах. Но все это было неважно, так как спектакль должен был происходить вечером саду и при лунном, к тому же, неполном освещении. Ромео был озабочен главным образом собственным костюмом и балконом Джульетты. Для последнего он остроумно использовал столбы от бывшей гимнастики, приделав к одному из них подобие вышки с приставной лестницей сзади. Представление происходило на той же лужайке, где разыгрывали когда-то сцену из Козьмы Пруткова. Костюм Ромео с быстротой и веселой готовностью шила изобретательная бабушка. Она сделала подобие жюстокора, нечто вроде куртки, обтягивающей торс, с короткими панталонами из летней гимназической блузы и брюк, разукрасила все голубым калинкором и пришила к сильно открытому вороту белый кружевной воротник. Длинные белые чулки и черные туфли с голубыми бантами дополняли наряд. Но лучше всего был голубой берет с ястребиным пером, найденным бабушкой на лужайке за садом, который она пришпилила круглой брошкой и стекол с радужной окраской. В этом костюме Саша был, кажется, еще лучше, чем в печальном наряде Гамлета, который он давно уже смастерил себе при помощи матери для чтения монологов. За этот год он еще похорошел, а голубой цвет чрезвычайно шел к его прекрасному молодому лицу. В назначенный день все было готово к спектаклю. Вечер выдался теплый, Ромео и Джульетта были одеты и загримированы, оставалось только начать представление. Но это долго не удавалось по той причине, что луна упорно скрывалась за тучами и не хотела освещать сцену. Давно уже принесли и поставили на дорожке стулья для дам. Время было довольно позднее, но дедушка ни за что не хотел ложиться спать и все спрашивал, когда начнется спектакль. Все мы с досадой и надеждой следили за луной. Наконец она вышла из-за туч. Тогда Джульетта выдворилась на балконе и приняла мечтательную позу. Зрители были позваны, и началось представление. Ромео стремительно и нежно произносил свои речи. Он был очень поэтичен и весь предался романтике Шекспирова действу, не обращая никакого внимания на обывательский тон Джульетты. Все шло своим чередом, как вдруг произошло нечто ужасное. На дорожке, ведущей к лужайке, где стоял Ромео, показалась неуклюжая фигура огромного мохнатого пса-арабки, проскользнувшего в сад со двора через неосторожно открытую калитку. По обыкновению, высунув язык и тяжело дыша в своей дремучей шкуре, он невинно помахивал хвостом и медленно шел прямо к Саше, рассчитывая на самый благосклонный прием. Это вторжение совершенно расстроило спектакль. Настроение было нарушено. Мы с сестрой с трудом удерживались от смеха, а бедный Ромео был оскорблен в своих лучших чувствах. Он, конечно, прервал диалог и с расстроенным и сердитым лицом принялся огнать арабку. Разумеется, пес убежал, и калитку тщательно заперли, но все уже было испорчено. Саша пришел в ужасное настроение, он наотрез отказался играть и больше уже не возобновлял свои попытки. В это же лето 1898 года, в 17,5 лет, произошло возобновление знакомства с будущей женой поэта Любовью Дмитриевной Менделеевой, а затем начались репетиции спектаклей в имении Менделеевых «Баблове». Весь этот эпизод настолько подробно описан в моей биографии, что прибавлять уже нечего. Снимки в различных ролях, приложенные к моему очерку, сделаны в «Баблове» в 1898-1899 году. Само собой понятно, что три из них изображают Сашу в роли Гамлета, королева-племянница Дмитрия Ивановича Менделеева, Серафима Дмитриевна Менделеева, на четвертом снимке Саша в роли скупого рыцаря, которого он играл уже в 1899 году. В книге госпожи Рыбниковой, изданной в Москве под названием «Блок Гамлет», неправильно сообщено, что Саша познакомился с Менделеевыми в это лето. Он бывал в «Баблове» и раньше уже несколько раз. Примечание. Рыбникова. Александр Блок, «Гамлет», «Москва», 1923 год. Записи о спектакле в «Баблове» в этой книге сделаны со слов С.Д. и Л.Д. Менделеевых. Бархатная куртка, упоминаемая в книге госпожи Рыбниковой, тоже миф. Саша был тогда в пиджаке, и одевался вообще просто и без всяких претензий. Что касается разговоров Саши с Анной Ивановной Менделеевой, о которых сообщается в той же книге, то они касались, конечно, уже не его стихов, так как в то время она об них даже не знала. Он показывал свои первые стихи только матери, мне, да иногда бабушке, когда же они стали известны семье Менделеевых. Все, кроме будущей жены поэта, отнеслись к ним весьма отрицательно. Она же узнала их только в 1901 году, когда они с Сашей впервые получили возможность видаться наедине. В том же 1901 году, когда Любовь Дмитриевна поступила на драматические курсы госпожи Читау, Саша тоже посещал их некоторое время, но, охладев к сцене, скоро оставил это занятие. Несколько уроков госпожи Читау и краткий курс декламации, пройденный в последнем классе гимназии под руководством учителя Глазунова. Вот и вся подготовка Александра Александровича к сценическому и декламационному искусству. Выработанная им манера читать стихи была плодом самостоятельного творчества и его личного темперамента. Во время своего пребывания в одном из петербургских драматических кружков Саша исполнял только небольшие роли стариков. Самая значительная из них была роль дурака и рамолика в одной переводной французской пьесе, которую играл на Михайловской сцене известный в то время артист Андрёй. Примечание Шарль Андрея в 1845-1910 артист французской труппы в Петербурге с 1875 года. Саша не пожалел своего лица и совершенно исказил его безобразным, но талантливым гримом. Роль свою он провел хорошо. Развихленная походка, неверное движение, глупый вид и какой-то беспомощно наивный тон — все было удачно задумано и проведено. Никому и в голову не приходило, что играет красивый двадцатилетний мальчик. Когда он сыграл свою роль, смыл грим и переоделся в студенческий сюртук, он вышел в залу. Сияя молодостью и красотой, стоял он разрумяненный после спектакля. Мы с матерью подошли к нему. Забавно было слушать, как говорили о нем в толпе. Какой-то господин, не подозревая, кто стоит рядом, отозвался об игре его так. «Это опытный актер, подражает Андрею». После этого спектакля Саша и вышел из кружка и вообще оставил мысль о сцене. Это увлечение отошло на второй план. Личная жизнь, сопровождаемая острыми переживаниями романтического и мистического характера, овладела всем его существом, а переживания эти выявлялись в приливах творчества, сила которых поражает своей напряженностью. То была пора цветения его лирики и расцвета его красоты. Приведу один характерный анекдот, случившийся на каком-то родственном собрании. В числе гостей был один из друзей Бикетовского дома, который давно не видал Сашу. Он сидел рядом с Александром Андреевной. Саша пришел один из последних. Когда он вошел в комнату в студенческом сюртуке, своей красивой мужественной походкой, гость был поражен его видом. «Это ваш сын?» — спросил он Александру Андреевну. Получив утвердительный ответ, он обратился к Саше. «Сколько вам лет?» «Двадцать», — ответил Саша. Тогда тот воскликнул в порыве искреннего чувства. «Несчастные петербургские женщины». Саша был в то время действительно очень хорош. Красота его черт, в соединении с матовым цветом лица, блистающего свежестью, еще более оттенялась пышными золотыми кудрями. Светлые глаза, уже подернутые мечтательной грустью, по временам сияли чисто детским весельем. Держался он очень прямо и был несколько неподвижен, особенно в обществе старших. На многих портретах он кажется брюнетом. На самом же деле он был настоящий блондин с очень белой кожей и зеленоватыми глазами. Его брови и длинные ресницы были того же цвета, как волосы, которые с годами значительно потемнели и приняли пепельный оттенок. Прибавлю, что облик его был исполнен врожденного изящества и благородства и вполне соответствовал его духовному содержанию и характеру. Глава четвертая. «Юношеские и зрелые годы. Последние семилетия жизни поэта». Мои воспоминания, касающиеся второй половины жизни поэта, уже не могут быть так подробны и обстоятельны, как те, которые относятся к поре его до двадцати лет. Почти все, что сохранилось у меня в памяти и о чем можно говорить теперь, уже сказано в моей биографии. Поэтому я буду лишь кратко намечать главные этапы жизни Александра Александровича, оживляя их некоторыми новыми сведениями и эпизодами. Юношеские годы, начавшиеся с того знаменательного лета, когда Александр Александрович и Любовь Дмитриевна встретились уже не детьми и оба сразу почувствовали важность этой встречи, полны для поэта великого значения. Особенно важным и решительным считал он 1901 год. Поэтический дневник его жизни, который начался с 1898 года, еще долго будет служить предметом догадок и комментариев, так как не прошло еще время расшифровать те иероглифы, ключ которым находится в руках вдовы поэта, тем более что сам он никогда не объяснял своих стихов. Фактически эти юношеские годы сводятся к следующим событиям. Осенью 1898 года, около 18 лет, Александр Александрович поступил в университет на юридический факультет, где прошел два курса. Осенью 1901 года он перешел на филологический факультет. У меня сохранилось одно веселое письмо, написанное Сашей во время его последних юридических экзаменов. Это короткая записка, где он сообщает мне два нужных мне адреса. Привожу дословно ее конец. На следующей странице приведено стихотворение Александра Блока с эпиграфом из Симеона Полоцкого «Твой доброжелатель» 26 апреля 1901 года. Плевела от пшениц жезл твердо отбивает, розга бувистовый сердец детских изгоняет. Примечание. Эпиграф стихотворения двустишей Симеона Полоцкого «Розга» из Вертограда Многоцветного. «Право русского историю уподоблю я громам, что мешают мне на взморье уходить по вечерам. Впереди ж душа раскисла, ждет меня еще гроза. Статистические числа, злые кауфмана глаза. Мая до 22-го, не исхичу я из тьмы имя третьекурсового почитателя Казьмы». Кауфман, профессор статистики. Примечание. Илларион Игнатьевич Кауфман, 1847-1915, экономист и статистик. Стихотворение ориентировано на стихи и афоризмы Казьмы Пруткова. Первая строфа использует традиционную форму его афоризмов. Например, «ослабеющие глаза всегда уподоблю старому потускневшему зеркалу, иногда даже натреснутому». Последняя строфа перепевает заключительную строфу стихотворения «Честолюбие». «Для значения иного я восхитил бы из тьмы имя славное Пруткова, имя громкое Казьмы». Упоминание о взморье в этом стихотворении характерно для Александра Александровича. Он признавал, живя в Петербурге, только дальние прогулки по окраинам или за город. Хождение на взморье было одним из любимых его развлечений. В том же 1901 году впервые познакомился со стихами Александра Александровича Андрея Белой. О впечатлении, произведенном именно Бориса Николаевича, говорится в письме нашей кузины Ольги Михайловны Соловьевой к матери Александра Александровича, которая посылала ей Сашины стихи. Вот что пишет она 3 сентября 1901 года. «Милая Аля, мне хотелось поскорее сообщить тебе одну приятную вещь. Сашины стихи произвели необыкновенное, трудно описуемое, удивительное, громадное впечатление на Борю Бугаева, Андрей Белый, мнением которого мы все очень дорожим и которого я считаю самым понимающим из всех, кого мы знаем. Примечание. Слова, заключенные в скобке, принадлежат Бекетовой». Боря показал стихи своему другу Петровскому, очень странному, мистическому молодому человеку, которого мы не знаем, и на Петровского впечатление было такое же. Что говорил по поводу стихов Боря, лучше не передавать, потому что звучит слишком преувеличенно. Но мне это приятно, и тебе, я думаю, будет тоже. Я еще более чем прежде советую Саше непременно послать стихи в мир искусства или Брюсову. Боря сейчас же написал по поводу Сашиных стихов стихи, которые посвятил Сергею, ее сын Сергей Михайлович. Вот они. О судьбе автографов Блока, посланных в издательство «Скорпионы», попавших в руки к Брюсову, смотри «Литературное наследство», том 92, книга 3, страницы 176 и 178. И особенно в предисловии «Благоволенный» к публикации переписки Блока и Брюсова «Литературное наследство», том 92, книга 1, страницы 479-480. Итак, вот они. Спит кипариса немевший, знаешь ли, ночь на исходе. Белые к сердцу цветы я вновь прижимаю невольно. Эти мечты золотые, эти улыбки святые в сердце вонзаются больно. Белые к сердцу цветы я вновь прижимаю невольно. Примечание. Под заглавием «Знаю» и с посвящением Соловьевой вошло в первый сборник стихов Белого «Золото в лазуре», Москва, 1904 год. Это письмо Ольге Михайловне Соловьевой получено было Александре Андреевне на станции в день ее отъезда из Шахматова в Петербург вместе с сыном в сентябре 1901 года. Саша был тогда несколько грустно настроен. Мать его послала Ольге Михайловне довольно много его стихов и долго не получала ответа. Он боялся, что стихи его не понравились. И вдруг получились такие приятные и важные вести. Нечего и говорить, что Саша и мать его очень обрадовались и ободрились. В вагоне Саше не пришлось сидеть в одном отделении с матерью. Через час после отхода поезда он, проходя мимо ее открытого купе, сунул ей в руки бумажку с только что написанными стихами и скрылся. Стихи эти, сильно измененные, были напечатаны в 1920 году в сборнике «За гранью прошлых дней». Привожу их в первоначальном виде. На железной дороге. Мчит меня мертвая сила, мчит по стальному пути. Серое небо уныло, грустно и слышу, прости. Но и в разлуке когда-то, помню, звучала мечта. Вон огневого заката яркая гаснет черта. Нет безнадежного горя. Сердце под гнетом труда. А в бесконечном просторе и синева, и звезда. Шестое сентября. Между Клином и Тверью. Весной 1902 года Александр Александрович подарил матери в день ее рождения три разговора Владимира Соловьева, написав на обратной стороне заглавного листа следующее стихотворение. Успокоительный и чудный, и странный тайный повиты, Для нашей жизни многотрудный, его великие мечты. Туманы призрачные и сладкие, в них отражен великий свет, И все суровые загадки находят дерзостный ответ. В одном луче туман разбившим, в одной надежде золотой, В горячем сердце победившим и хлад, и сумрак гробовой. 6 марта 1902 года. Петербург. Лето 1904 года прошло весело, в той беззаботной молодой атмосфере какого-то сияющего цветения, Которая так прекрасно отражена в воспоминаниях Белого. Вернулись блоки в Петербург несколько раньше нас с сестрой. Александр Александровичу приходилось ходить в университет, Любови Дмитриевны на бестужевские курсы, Обоим предстояли экзамены. Я приехала в Петербург к половине сентября, Чтобы устраивать свою новую квартиру, Нанятую по соседству от сестры. Тут произошел некий милый и веселый эпизод, Описанный в одном из моих старых писем к сестре, И живо напоминающий тогдашние нравы и настроения Саши. Блоки пришли ко мне утром, очень веселые и оживленные, И, пробыв минут десять в моей неустроенной и пыльной квартире, Ушли, обратно ожидая меня к обеду. Я пришла к ним часов в пять с разной вкусной деревенской снедью, Причем меня встретили двумя новостями. Оказалось, что экзамен отложен до декабря, А Саша получил через издательство Гриф письмо от немецкого поэта Гюнтера, Который пришел в восторг от прекрасной дамы, И просил позволения переводить стихи Блока. Саша был страшно польщен гюнтеровским комплиментом, И в то же время, как я писала письмо его матери, Смешил меня разными шалостями. Он принимал горделивые позы, Отставляя руку и закидывая голову назад, Городил разную чепуху, Разговаривал все время по-немецки, Что доставалось ему далеко нелегко, Говорил, что он знаменитый господин Блок, И сумарительной буквальностью переводил собственные стихи на немецкий язык. В довершение всего он захотел сделать приписку В моем письме к матери непременно на немецком языке. Привожу целиком это послание. По-немецки. Моя дрожайшая маменька, Я уже необходим и очень знаменит во всех книжных магазинах Главных и провинциальных городов Образованного и необразованного мира. Мой большой портрет выставлен на всех вокзалах Германии, Франции, Мексики, Дании, Польши, Испании и Португалии, Италии, Сербии и других славянских земель. Он стоит только 50 пфенингов, И его покупает каждый день 1827 человек, Вместе с другими изображениями, Моего друга Вольфганга и моего учителя Фридриха, Фон Шиллера и так далее. Генрих Ипсен из Норвегии И Лев Толстой из Ясной Поляны Прислали мне свой привет и поцелуй, Но я не забуду тебя, Несмотря на мою знаменитость, Твой любимый сын Александр. Моя жена тебя целует. Нет возможности передать Сашины потешные и милые интонации Жесты при чтении вслух этого письма. Эти детские шалости проделывались только в самом интимном кругу. Кто не видал их, тот не знает, Сколько непосредственного и светлого было в Александре Блоке. Об этой шаловливой веселости ничего не знает, например, Андрей Белый. Их близость была в другой чисто отвлеченной сфере. Лучше же всех, кроме близких, родных и жены, Знают об этом Александр Васильевич Гиппиус и Евгений Палыч Иванов. Оба близкие Сашина друзья. В пору вышеприведенного письма поэту было около 24 лет. Но долго еще он сохранял такое же отношение к своим стихам и к своей славе. Лето 1905 года ознаменовалось размолвкой с Соловьевым и Белым. Читатели могут прочесть в эпопее объяснение эпизода с Сергеем Михайловичем и яркое изображение атмосферы недомолвок и враждебности, создававшейся в шахматове летом 1905 года. Примечание. Андрей Белый. Воспоминания об Александре Блоке. Эпопея. 1922. Номер 2. Страница 252-261. Из последующих признаний Белого видно, как много личного, исходящего из призраков, созданных ложным самолюбием, было в последующем отношении его и Сергея Михайловича к Блоку. Сам Александр Александрович был, как всегда, далек от личных счетов. Он и не подозревал, что казался своим друзьям непереносным, обидным, намеренно унижающим выражение Андрея Белого и был совершенно не подготовлен к тому высшей степени неприятному письму, которое получил от Бориса Николаевича в октябрьские дни 1906 года. Белый писал в следующем тоне. «Что ты делаешь? Готовишь избирательные списки? Говоришь речи? В то время как мы с Сережей обливаемся кровью от страданий, ты кайфуешь за чашкой чаю?» и так далее. Примечание. Ошибка бикетовой или опечатка. Речь идет о письме Андрея Белого, полученном Блоком, 13 октября 1905 года. Смотри «Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. Москва. 1940. Страница 155-157». Само собой разумеется, что это риторика печали и упреки Александру Александровичу, который воспринимал тогдашние события общественной жизни очень ярко и глубоко, рассердили и раздосадовали и Александру Андреевну, и Любовь Дмитриевну. Один Александр Александрович беззлобно огорчился и написал Белому смиренное письмо с недоуменными вопросами. Примечание. Письмо от 15 октября 1905 года. Том 8, страница 137 и 141. Авторитет Белого был сильно поколеблен. Вскоре произошел и разрыв дипломатических отношений. Любовь Дмитриевна властно потребовала, чтобы Белый отказался от некоторых слов, написанных в письме к ее мужу, и заявила, чтобы он помнил, что она всегда с Сашей. Примечание. Бекетова, верно излагая смысл письма «Блок к Белому» от 27 октября 1905 года, в кавычках приводит слова, которых в этом письме нет. Смотри «Литературное наследство», том 92, книга 3, страница 231. Сравни там же письмо Кублицкой Пятух к Белому от 9 ноября 1905 года. Он резко порвал переписку с ней, не признав себя неправым по отношению к Александру Александровичу. Довольно скоро, однако, Борис Николаевич опомнился и написал Александру Александровичу покаянное письмо, а Любовь Дмитриевне прислал подаренные ею ему когда-то белые лилии, повитые черным крепом, которые она безжалостно сожгла в печке. Примечание Письмо от 30 октября 1905 года. Александр Блок, Андрей Белый. Переписка. Москва. 1940 год. Страница 160. Таков был тон тогдашних отношений Белого с Блоками. После этого письма на Белого перестали сердиться. В начале декабря он приехал в Петербург, и произошло полное примирение даже без объяснений. Между прочим, выяснилось при разговоре с ним в доме Александры Андреевны, что он относится к Сергею Михайловичу Соловьеву с исключительным пристрастием. Он прямо-таки заявил, что в Москве нет людей, кроме Сережи. Портрет Александра Александровича в черной шерстяной блузе с белым отложным воротником снят в 1907 году в фотографии Сдобного на Невском. Это тот самый портрет, который продавался в фотографии, а несколько позднее попал на открытки. Он очень похож. Единственный его недостаток заключается в том, что на нем Александр Александрович кажется брюнетом, между тем, как он был определенный блондин. В пору снятия портрета ему было 27 лет. К тому же времени относится и портрет в зимнем пальто и в бобровой шапке, снятый в какой-то моментальной фотографии. Тоже очень недурно. В 1908 году Александр Александрович часто видался с Сологубом, Чулковым и Сюннербергом. Примечания. Константин Александрович Сюннерберг, 1871-1942, чаще всего выступавший в печати под псевдонимом Константин Эрберг, оставил воспоминания, где есть раздел о блоке. Эти воспоминания, а также письма Блока к Эрбергу, публикации Гречишкина и Лаврова. Смотри ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1977 год, Ленинград, 1979, страница 99, 158. Время проводили очень весело. Группа четырех писателей, сидящих за столом, увековечивает эти приятельские беседы. Группа, снятая в шахматове за столом под липами во время чаепития среди дня, относится к лету 1909 года. Это было последнее лето, которое проводила с нами сестра Софья Андреевна с сыновьями. Весной следующего года они переселились во вновь купленное имение Сафонова за 20 верст от шахматова. В момент снятия группы вся наша семья, кроме мужей моих сестер, была в сборе, стоящий за спиной Александра Александровича молодой человек, брат Любови Дмитриевны Иван Дмитриевич Менделеев, приехавший в гости из Баблова. Он и снимал группу, и, установив аппарат, встал в последнюю минуту в неподвижную позу, чтобы довершить группу, поручив защелкнуть камеру-обскуру кому-то другому. Впереди всех на углу стола сидит Александр Александрович в русской рубашке, из явка красного сатина. У него несколько утомленный вид и слегка прилипшие к колбу волосы. Вероятно, он в момент приезда гостя занимался какой-нибудь тяжелой работой или копал землю, или чистил лес. Против Александра Александровича, повернувшись в профиль, сижу я. Дальше за мной Любовь Дмитриевна в широком летнем капоте из белой-черной материи. Она носила тогда полутраур по отце, умершем года полтора тому назад. На хозяйском месте в конце стола сидит сестра Софья Андреевна. По другую сторону от самовара сестра Александра Андреевна. Рядом с ней старший сын Софья Андреевна Фироль, а за ним его брат Андрюша. Их корректные городские костюмы составляют полный контраст со свободной одеждой Александра Александровича и подчеркивают то коренное различие в манере жить, которое отражалось и на их мировоззрении. Как большинство любительских фотографий, группа не очень хорошо передает лица отдельных участников. Все кажутся старше своих лет от резкости теней, но зато позы очень естественны, и вся группировка напоминает скорее картину, чем фотографию. Портрет в зимнем пальто и котиковой шапке снят в 1911 году, когда Александр Александрович деятельно писал свою поэму «Возмездие». Лето 1913 года мы с Александрой Андреевной проводили в шахматове вдвоем. Блоки были на Бескайском побережье. Вернувшись из этой поездки, Саша захотел побывать в шахматове. Он поехал туда сначала один, потом присоединилась к нам и Любовь Дмитриевна. Саша провел в шахматове месяц. При всей своей любви к шахматову он начал скучать в деревне, так как мы жили очень уединенно, а у него образовалась привычка к общению с людьми и к разнообразным впечатлениям. Желая развлечь его, я прибегла к невинному средству, которое вполне удалось. Саша очень любил в то время каламбуры и всякие шутки такого рода. Я воспользовалась своей склонностью к этому жанру и начала загадывать шарады, что очень ему понравилось. Саша веселился при этом как настоящий ребенок. Все лицо его дрожало от смеха, глаза сияли, и он требовал бесконечных повторений той же забавы. Когда мы собирались к утреннему чаю, он уже смотрел на меня вжидательно и заранее улыбался, так как шарады бывали по большей части шутошные. Поощряемая успехом своей идеи, я придумала особый вид шарад в рассказах. Заключался он в том, чтобы загадывать такие слова, слоги которых имели между собой связь, вроде слова «досада», причем нужно было придумать соответствующий рассказ, в который входили бы эти слова. Или же бралось для шарады многосложное слово, и нужно было тоже вклеить все слоги в рассказ. Первая моя проба такого рода была шарада «шпаргалка», которую я придумала во время утреннего одевания. Я пришла, посмеиваясь, и Саша был страшно заинтригован моим загадочным видом. За утренним чаем я рассказала длинную историю о гимназисте, который готовился к латинскому экзамену в имении родителей и заснул на диване в столовой после бессонной ночи. Брат его, рассеянный сельский хозяин, пришел пить чай, стуча сапогами, и домашние замахали на него руками, произнеся «моё первое». Ш-ш-ш! Затем он видел «моё второе», так как в комнате стоял кипящий самовар, пар, и, взглянув в окно, увидал «моё третье», «галка» и так далее. Эта шарада имела блестящий успех, за ней последовали другие в таком же роде, и все они чрезвычайно забавляли и занимали Сашу. Кончилось тем, что он вдохновился моим примером и начал сам сочинять шарады в рассказе, над которыми мы хохотали до упаду. Смысл их был по большей части натянутый. Загадывая их, Саша уже заранее начинал смеяться, причем увлекал свои рассказы в какую-то своеобразно неуклюжую и да нельзя комичную форму. Увлекался он этим занятием чрезвычайно и придумывал свои шарады буквально с утра до вечера. Некоторые из них я помню, хотя, к сожалению, недословно, так что стиль пропадает. Шарада первая. Один молодой человек, у которого была мукомольная мельница в Архангельской губернии, писал своим родителям, жившим на юге России, что дела его очень плохи и пришлось остановить мельницу, потому что низги не видно, обстоятельства ли переменились, погода ли изменилась, курсив обозначает дословную фразу Александра Александровича, но только дело пошло на лад, о чем сын известил родителей телеграммой, в которой было два слова «Мое первое и второе». Целое же оказалось такого рода, что стрики страшно обиделись и даже прокляли сына. Никто из нас не угадал шарады, и при общем хохоте мы узнали, что в телеграмме стояли слова «Мелюзга». Шарада вторая. Увидев дробь, вынутую из раны одного инженера, нечаянно поранившего себе на охоте руку, его кухарка, чухонка, сказала «это» и прибавила «Мое первое» и «второе». Значение целого объяснено было очень туманно. Все мы терялись в догадках и наконец узнали, что кухарка сказала фразу «это испарина». «Испарина». Шарада третья. Однажды летом двое приятелей, известные художники, отправились в длинное странствие, причем между ними был уговор, что во время ночлегов оба поочередно должны были слать постели. Один из них добросовестно исполнял уговор, другой же более ленивый, всякий раз, как товарищ напоминал ему об его обязанности двумя словами, моим первым и вторым, притворялся, что он не понимает их смысл и, намекая на целое, говорил о каких-то птичках. «Да, слышу». Кажется, я угадала эту шараду. Она означала «коростели». «Коро стели». Шарада четвертая. Но венцом Сашиных шарад была та, которую он сочинял и рассказывал целый день. Конец ее пришелся, кажется, даже на следующее утро. К величайшему сожалению, я помню только ее содержание и некоторые подробности. Это было повествование в форме романа тридцатых годов, где фигурировал отец, мать Фонаберия Ивановна и дочь Зинаида. Дело происходило в провинциальном городе. Зинаида была красивая, но бедная девушка, и мать усердно подыскивала ей жениха. В числе ухаживателей Зинаиды был старый сластолюбец-учитель Единицын, а впоследствии Корнет Шпоркин, охарактеризованный следующей фразой. Из всех офицеров эндского полка выделялся ловкостью манер и стройностью стана Корнет Шпоркин. Зинаиду вывозили в собрание, где она была замечена. Зинаида была и впрямь не дурна. Фонаберия Ивановна, как женщина сметливая, заметила произведенное ею впечатление. В дом были приглашены молодые люди и стали устраиваться вечера перед началом, коих Фонаберия Ивановна сделала дочери наставление, внушив, как она должна вести себя с молодыми людьми. Каждый из них должен был сделаться целым шарады, в которую должно было входить первое и второе. Вечера оказались настолько удачны, что даже возбудили зависть местной львицы. Зинаида в точности исполнила приказание матери. Когда явился Корнет Шпоркин, она приняла его так, что он сделался целым шарады. Фонаберия Ивановна стала следить за дочерью. Через некоторое время небрежное обращение Шпоркина с Зинаидой и полнеющий стан ее навели Фонаберию Ивановну на ужасную мысль. Она призвала к себе дочь и сказала ей наедине несчастная, что ты с собой сделала. Маменька, я не выходила из вашей воли, отвечала Зинаида. Слишком ли развитое чувство дочерней покорности, буквально ли понятые приказания матери были причиной несчастья, но тут произошло роковое недоразумение. Слово, загаданное в шараде, оказалось завсегдатай. Уже после того, как мы об этом узнали, Саша придумал к рассказу конец. Зинаида скрылась из родного города и оказалась в Петербурге, продолжая вести порочный образ жизни. За ней последовал старый сластолюбец Единицын. Едва ли не она послужила прототипом для известного стихотворения Некрасова «Убогая и нарядная». Осенью 1913 года произошла знаменательная встреча Александра Александровича с певицей Андреевой Дельмас. Портрет Александра Александровича в фетровой шляпе и в осеннем пальто снят в моментальной фотографии осенью 1913 года еще до знакомства с Любовью Александровной, но уже после встречи с нею. Он очень хорош. Фотография в военной форме снята с Александра Александровича в 1917 году в Зимнем дворце, где происходили заседания чрезвычайной следственной комиссии. Форму эту носил он со времени пребывания на Пинских болотах. Фотография не отличается отчетливостью, но все же дает понятие о блоке того времени. Воспоминаниям лета 1919 года могут служить отчасти три фотографические снимка, сделанные издателем Александра Александровича Алянским «Алконост» на балконе квартиры на пряжке. Снимки хорошие и отчетливые. На первом представлен поэт с женой, на втором он один, а на третьем он с матерью. Здесь я нарушу хронологический порядок, которого все время придерживалось, и прибавлю обещанную заметку об отношении Александра Александровича к животным. В детстве он обожал кошек и собак, как многие дети, но тогда уже вкладывал в свое отношение к ним какую-то особую нежность и интерес. Он с ними разговаривал, входил в их положение, проводил с ними много времени, всячески их развлекая и ублажая. В шахматове держали обыкновенно двух или трех дворовых псов, с которыми Саша водил постоянную дружбу. Бывало, заглянешь утром в надворное окно, и если Саши нет в комнате, непременно увидишь его у крыльца на корточках, а около него реют три мохнатых хвоста и с особой настойчивостью сует ему лапу его любимец огромный черно-желтый арабка. Собаки, разумеется, обожали Сашу. Однажды летом после смерти моих родителей, когда Саша был уже женат, в шахматове оказались две таксы. Одну из них привезла из Петербурга Сашина мать, другую я. Первая такса, краб, была толста и добродушна. Мой пик был худой, с безумными страстями и мрачным характером. Он перенес тяжелые испытания, потеряв любимого хозяина. Это была дедушкина собака. Обе таксы не отходили от Саши. Молодые блоки жили в отдельном флигеле с садиком, отделенном от двора, забором и калиткой. Саша вставал довольно поздно. Нужно было видеть, с каким отчаянно грустным видом лежали обе таксы по утрам на дорожке около флигеля. Они дожидались, когда взойдет их солнце. Когда же Саша появлялся в низком окне и подавал голос, собаки бросались радостным визгом и прыгали на подоконник или прямо в руки своего божества. Саша брал их во флигель и вместе с ними приходил в большой дом пить чай. При жизни моих родителей в доме было довольно-таки беспорядочно и грязновато, но после их смерти, особенно с той поры, когда старый дом был блистательно отремонтирован заново, Сашина мать завела везде невероятную чистоту и порядок. Прежде бывало не только комнатные, но и дворовые собаки входили в дом, а комнатным позволялось валяться на всей мебели, теперь же дворовых псов совсем не пускали в дом, а таксам строго воспрещалось скакать на мягкую мебель. Но так было только в начале лета. Понемногу эти строгие правила нарушились, Саши. Таксы как бы нечаянно оказывались то на кресле, то на диване. Мать слабо боролась, но потом, разумеется, уступала и к осени, как раз в самое грязное время года, дело кончалось тем, что ничто уже не возбранялось этим счастливицам. В гостиной, угловой солнечной комнате, выходившей окнами в сад, занимал одну стену огромный четырехугольный диван с двумя валиками. Помню один осенний вечер, когда Саша, разлегшись на этом диване во весь свой рост в русской красной рубашке и высоких сапогах, пригласил так спрыгнуть на диван, что они с восторгом исполнили. Затем обе были разложены по бокам его так, что головы их приходились у него под мышками и так в блаженном покое пребывали до самого чая. Он нежно разговаривал с ними, и никто из присутствующих и не думал противиться этому баловню-чародею, так как смотреть на его забавы с собаками и слушать его разговоры с ними было сущее наслаждение. Бывали еще и такие случаи. Дверь со двора в столовую отворялась, и оттуда выходил улыбающийся Саша. А за ним несмело и конфузливо выступал сын уже покойного арабки, Бучка, очень похожий на него. Он немного поменьше ростом. Он и сам понимал, что ему столь грязному и вонючему цепному псу не место в чистых господских комнатах. Но Саша ласково приглашал его за собой, говоря, ну иди, иди сюда, комнатная собачка. Повертевшись по комнате, Бучка сам уходил обратно и уже на крыльце получал от Саши лакомые угощения в виде хлеба с маслом или сдобных лепешек. В то время мой пик, угрюмая такса, уже был покойник. Он погиб от болезни сердца в шахматове и трогательно пришел умирать в гостиную, где и сдох на глазах всей семьи, причем в предсмертных муках до последнего мгновения не спускал глаз сидевшего на полу Саши. Этого верного пса с почетом похоронили мои племянники в саду на лужайке под старой плакучей березой. Его положили в ящик и осыпали цветами. Саша сам вырыл ему могилу, засыпал ее землей и сверху положил большой и очень тяжелый камень. Кошкам Саша с годами охладел, его отталкивало их коварство. Он ценил в зверях простодушие и непосредственность, но к собакам он сохранил исключительную симпатию на всю жизнь, вообще же любил положительно всех животных, кроме кошек. Он доходил до того, что прикармливал мышей, которых в шахматах всегда было великое множество. Жена Саши, Любовь Дмитриевна, относилась к животным совершенно так же, как он, что подтверждает следующий случай, связанный с литературой. В заголовке известного стихотворения «Старушка и чертенята» «Нечаянная радость» поставлено Григорию Е. Разумеется, никто из считателей не подозревает, что Григорий Е был никто иной, как еж, которого принесли в шахматово крестьянские дети и продали Саше и жене его за какой-то пустяк. Еж был немедленно назван Григорием и некоторое время с любовью воспитывался во флигеле, где жили блоки. Немного погодя, Григория отпустили на волю, после чего на ржаном поле поблизости от флигеля блоков очутился молодой ежик, который попался на глаза Сашиной матери и вел себя как ручной. Похоже было, что это вернулся Григорий. Блоки так и решили. Они опять выдворили его во флигеле и стали ухаживать за ним еще больше. Но дело кончилось тем, что Любовь Дмитриевна нашла, что Григорию будет скучно в шахматове, потому что там нет ежей, и сама отвезла его в имение своих родителей Баблова, где всегда водилось много ежей. Там он был выпущен и оставлен. Не меньше собак Саша любил лошадей. Он рано выучился ездить верхом, красиво сидел на лошади и ловко, и смело ездил. При всей своей любви к лошадям он умел их заставлять себя слушаться. Тот белый конь, который упоминается в его лирических стихах и в поэме «Возмездие», был высокая статная лошадь с несомненными признаками заводской крови. Его звали «Мальчик». Саша уезжал верхом иногда на целые дни, и в этих поездках исколесил все окрестности шахматово на далекое пространство. Во время скучной жизни на Пинских болотах его лучшим удовольствием было по целым часам ездить верхом, совершая длинные одинокие прогулки. У него была прекрасная, но далеко не смирная лошадь, которую он особенно любил именно за ее способность злиться. Конечно, он прекрасно знал всех зверей зоологического сада. Цирковые слоны, тюлени и бегемоты из аквариума тоже были его любимцами. Он рассказывал о них с большой симпатией и очень талантливо их представлял. Любил он и червей, и лягушек. В шахматове был такой случай. В одно жаркое лето развелось очень много червей, которых не выносила Сашина мать. Однажды утром, когда мы пили чай под липами, на скамейке оказались две толстейшие гусеницы. Одна ярко-розовая, другая зеленая. Сашина мать, содрогаясь от отвращения, просила Сашу убрать их. «Какие отвратительные!» — говорила она, отворачиваясь от гусениц. Саша взял их в руки и отнес как можно дальше, но сначала заметил примирительным и сочувственным тоном. А они думают, что они очень красивые. К птицам Саша был вообще равнодушнее. Больше всего любил журавлей. Но зато кур он прям-таки ненавидел за буржуазный характер и движение и жестоко гонял их из цветников, пуская им вслед иногда даже камни. В заключение привожу выписки из письма матери Александра Александровича, которая сообщала мне о выступлении сына в Москве в 1920 году, 19 мая 1920 года. Сегодня Душенька, так звала она часто Сашу, вернулся из Москвы. Я чувствую себя счастливой матерью. Он пробыл в Москве 11 дней, читал на трех вечерах. Энтузиазм повальный. В конце концов, на площади около здания политехникума, где происходили вечера, сделали ему овацию. Примечание политехникум, здесь, конечно, имеется в виду политехнический музей, в большой аудитории которого проходили вечера Блока. Стол, перед которым он читал, был всякий раз покрыт цветами, ландышами, сиренью. Тут же в зале ему посылали записки и стихи, посвященные ему. И все это вовсе не одни барышни были, и мужчины, которые со слезами жали ему руки. Здание политехникума, то есть зал этот, считается лучшим по акустике, потому и был выбран. Жил деточка все время у Надежды Александровны Коган. Кормили его прекрасно, он даже поправился на вид. Ездил он вдвоем с Алянским, который буквально всю несносную часть хлопот принял на себя и проехал в отдельном купе международного поезда туда и обратно. Был он и у Станиславского, который все тот же и твердо надеется поставить розовый крест осенью, хотя половина труппы на Кавказе. Душенька вернулся в мягком настроении. Поражает меня больше всего своей скромностью, тем, как рассказывает о своих успехах. На этом качаются мои воспоминания и заметки, касающиеся жизни поэта. Некоторые стороны его души и характера еще не затронуты мною, но так как я считаю долгом передать все то, что хранит о нем моя старая память, я не прощаюсь с читателями и надеюсь, что мне удастся сообщить им и остальное из того, чем могу поделиться я с теми, кому дорога память Блока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!